Вица Дух Кольца посылал свои сообщения прямо в душу Шияня. Он, казалось, спешил, призывая Шияня очистить свой духовный алтарь и избавиться от примесей и загрязнений. Шиянь был удивлен. Он думал, что это невероятно. Духовный алтарь был основой воина. Он был источником жизни и сознания. Он никогда не думал, что может совершенствовать его так, как он закалил свое тело. Поскольку его энергия и сфера увеличивались, его духовный алтарь, вероятно, был загрязнен. Ни один воин не мог поддерживать кристально чистый духовный алтарь. Каждый раз, когда он увеличивал свою силу, и всякий раз, когда у его концепции был прорыв, возникали примеси и загрязнения. Когда пожирающая концепция поглощала духовные алтари и превращала их в магическую энергию, она также генерировала в духовном алтаре загрязняющие вещества. Постепенно в духовном алтаре Шияня появлялись слой загрязняющих веществ, которые разъедали его душу и загрязняли его духовный алтарь. Скорость его прорыва будет уменьшаться. Очищающая души жидкость могла волшебным образом решить эту проблему. Она была также ключом к тому, чтобы воины пикосферы бесплотного бога прорывались в сферу зарождающегося бога. Только когда у них был кристально чистый духовный алтарь, они могли найти секрет для своего важнейшего прорыва. Выслушав объяснение Духа Кольца, Шиянь теперь понял, почему Карлос и двое других должны были прийти сюда любой ценой. Они хотели использовать очищающую души жидкость, чтобы очистить свою душу и продвинуться в сферу зарождающегося бога. Большие глаза злого дракона Макги расширились. Чем ближе они подходили к синему бассейну, тем лучше он чувствовал магическую энергию, которая успокаивала его душу. Однако Макги не смел действовать опрометчиво. Он не знал, было ли в этом бассейне что-то опасное. Он не знал о разговоре между Шиянем и его Духом Кольца, поскольку он был сосредоточен на этом бассейне. Он не решался выпустить свою душу и отправиться туда, чтобы исследовать. Пока дракон все еще колебался, Шиянь и Дух Кольца закончили разговор. Шиянь улыбнулся и заговорил с ним. Я думаю, что этот бассейн может принести пользу нашим душам. Ладно, я пойду туда, чтобы проверить. Если со мной не случится ничего плохого, то ты тоже можешь пойти. Он не стал дожидаться ответа Макги. Духовный алтарь Шияня вылетел, направляясь к туманному синему бассейну очищающей души жидкости. Всплеск. Духовный алтарь Шияня погрузился прямо в бассейн. Его душу наполнило неописуемое, изумительное чувство. Шиянь чувствовал себя так комфортно, что хотел застонать. Душа Шияня улыбалась, пока его глаза не сузились над духовным алтарем. Он кивнул злому дракону Макги, показывая, что в этом месте было очень хорошо. Макги обрадовался. В его огромных глазах появилось неявное волнение. Он не дождался сигнала Шияня и поспешно выпустил свою душу. Душа дракона выглядела как скопление турбулентного воздуха или, скорее, как серый световой шар, упавший в туманный синий бассейн, созданный очищающей души жидкостью. В его душу хлынуло удивительно чувство комфорта, расслабляя Макги. Он чувствовал себя так хорошо, что хотел, чтобы время остановилось. Глава 966. Звезда черной воды в центре синего бассейна плавали духовный алтарь Шияня и душа Макги. В их души просочились потоки темно-синей жидкости. Они видели, как из их душ выталкиваются лучи серых загрязнений, похожих на паутину. Злой дракон Макги давно перестал восторгаться. Он оставался спокойным и умиротворенным, поглощая питательные вещества очищающей души жидкости. После того, как они отправили свои души в синий бассейн, бассейн стал медленно уменьшаться. Омовение души и очищение примесей и нечистот в душе было магическим эффектом очищающей души жидкости. В то время как их души закалялись, они чувствовали себя оживленными, и им было так комфортно, как будто они погружались в божественную воду. Все их нервы были странно расслабленными. Им не нужно было ничего делать, они просто наслаждались. Им не нужно было много думать. Очищающая души жидкость сделала все волшебные вещи за них. Пепельно-серые лучи примесей вытекали из их душ, испаряясь в пустоте. Духовный алтарь Шиеня стал прозрачным. Он был кристально чистым и сверкающим, как стекло высшего качества. В нем совсем не было грязи, и он выглядел так же изысканно, как неземной шедевр. В духовном алтаре Шиеня было много примесей и загрязнений. Он поглощал очищающую души жидкость намного быстрее, чем магги. Клан монстров не ценил совершенствование души, и у магги не было такого опыта в этом аспекте. Поэтому он поглотил не так много очищающей души жидкости, как Шиянь. Значительная часть синего бассейна очищающей души жидкости яростно затопила духовный алтарь Шиеня, омывая и закаляя его. Божественная жидкость помогла ему избавиться от всех нечистот в его духовном алтаре. Это сделало его духовный алтарь прозрачным и сверкающим. Духовный алтарь выглядел так, как будто Шиянь только что сформировал его. Он был намного легче и ярче. Чистый и прозрачный духовный алтарь может сделать воина более чувствительным к пониманию концепции. Он также может продвинуть концепцию. У воинов с духовным алтарем постепенно загрязнялась душа, когда их сила и сфера увеличивались. Примеси и загрязнения покрывали их душу и разум. Постепенно такого рода нечистоты уводили воинов с правильного пути совершенствования. В этот момент их понимание концепции замедлялось. Особенно в случае Шиеня. Он проглотил очень много духовных алтарей. Несмотря на то, что энергии, которую он собрал, было намного больше, чем он ожидал, и она могла помочь его духовному алтарю стать более прочным и почти неразрушимым, она принесла в его духовный алтарь больше загрязнений. Очищающая души жидкость была для него гораздо полезнее, чем для кого-либо другого. Она была словно дар, который дарили именно таким воинам, как он. Синий бассейн медленно уменьшался. Спустя неизвестный период времени бассейн, полный очищающий души жидкости, был полностью поглощен. Шиянь поглотил три четверти, а Макги поглотил остальное. Однако душа Макги была очищена. Теперь у него было более глубокое понимание силы племени злых драконов. Бассейн исчез, оставив две летающих души, которые медленно перерабатывали волшебную энергию, которую только что поглотили. Они даже не задумываясь чувствовали свою пустую и спокойную душу. Через некоторое время духовный алтарь Шиеня начал двигаться и исчез в его теле бога. Он открыл глаза, потягиваясь. Шиянь улыбнулся, он был доволен. Душа Макги полетела обратно к его телу длиной в две тысячи метров. Сразу после этого Макги зашевелился. Его кости издавали звуки, похожие на лязг металла. Макги покачал головой и взмахнул хвостом. Огромные глаза монстра сверкнули от удивления. Он закричал. Потрясающе. Его глаза выглядели так, будто они превратились в красивые зеленые драгоценные камни, в которых не было ни капли нечистот. Они были прозрачными, и Шиянь мог даже видеть дно. Это был видимый знак очищенного духовного алтаря. Макги притих и почувствовал. Он сильно обрадовался, глядя на Шиеня. Он серьезно сказал. Брат, я не знаю, как тебя отблагодарить. Без тебя я мог умереть. Ты дважды спас меня. Ты привел меня сюда, чтобы очистить мою душу. Я, Шиянь улыбнулся, решительно сказав. Мне может понадобиться твоя помощь позже. Если я приду к тебе и однажды попрошу тебя о помощи, я надеюсь, что ты не откажешь. Макги радостно кивнул. Брат, ты можешь найти меня и попросить помощи в любое время. Это честь для меня. Если Макги может выполнить твою просьбу, я никогда не откажу тебе в этом. После некоторой паузы Макги добавил. Знаешь, наш клан монстров ценит дружеские чувства. Мы ничего не делаем бездумно. Если я буду тебе нужен, пожалуйста, не стесняйся. Конечно, кивнул Шиянь. И Шиянь и Макги воспользовались очищающей души жидкостью такими способами, которые они не могли описать. Их чистые души сделали их более чувствительными к восприятию концепций. Их души, казалось, поднялись на новый уровень. Пока Шиянь проверял свое состояние, он обнаружил, что его духовное море не особо изменилось. Однако оно было спокойным и мирным. Каждый поток его духовной энергии был связан с его душой. Они будто стали его вытянутыми конечностями. Он никогда не испытывал такого рода связи раньше. В ярусе концепции у звездной силы, силы жизни и смерти и пространственной силы, казалось, были какие-то едва уловимые изменения. Несмотря на то, что они открылись в разные стороны, они, казалось, стали телом и частью его души. Шиянь чувствовал слабые изменения своих концепций. А. Закричал от удивления Макги. Он обернулся, его лицо было недоверчивым. Посмотри. Шиянь обернулся, недоумевая. Внешний слой синего пузыря превратился в мутную серую область. Там больше не было сумасшедших электрических разрядов. В наружном слое пузыря появились тонкие пространственные трещины. Они видели через эти трещины реальный мир. Он рушится, глубоко вздохнув. Шиянь закрыл глаза, чтобы исследовать окружение. Он знал, что эта пространственная трещина постепенно меняется. Появились пространственные трещины, ведущие в реальный мир. Вот. Глаза Макги просветлели, когда он направился к пространственной трещине. В его глазах сверкнул свет, когда он сказал. Это место выглядит знакомым. Должно быть, это звезда черной воды. Она находится недалеко от территории нашего племени злых драконов. Шиянь посмотрел туда же, куда смотрел Макги. Узкая пространственная трещина медленно расширилась. Они видели через трещину бурлящее черное море. Эта морская вода была действительно редкой. Там находились маленькие островки, похожие на крошечные лодки, плавающие в море. У этого черного моря не было берега. Казалось, оно занимает половину этой звезды жизни. Шиянь не видел ни одного континента. Он видел только несколько островов, и все они были какими-то маленькими и некрасивыми. Океан полностью покрывает звезду черной воды. В любом случае, это суета подводного мира. Увидев, что Шиянь смотрит, Макги сразу же объяснил. Брат, можешь отвезти меня на звезду черной воды? Я слышал, что ты совершенствуешь пространственную концепцию. Верно. Макги не был уверен, глядя на Шияня с надеждой. Он не знал реальных достижений Шияня в пространственной концепции. Если бы Шиянь выглядел нерешительным, это означало бы, что у Шияня не было глубокого понимания пространственной силы. Тогда Макги почувствовал бы сильное беспокойство. Перемещение через пространственную трещину было опасной операцией. Если они хотя бы на одно мгновение поведут себя небрежно, их души погибнут. Если Шиянь не был уверен, то Макги не пойдет на этот риск. Звезда черной воды, пробормотал Шиянь. Он нахмурился и затем сказал. Это недалеко от звезды Кровавого Дьявола, не так ли? Звезда Кровавого Дьявола была штаб-квартирой Кровавого Дьявола. Перед тем, как Улань ушла, она сказала ему, что, если он сможет сбежать, он должен отправиться на звезду Кровавого Дьявола. Если он сможет туда добраться, ни один эксперт из региона Дальнего Запада не посмеет больше его беспокоить. Это правда. Звезда черной воды и звезда Кровавого Дьявола недалеко друг от друга. Кроме того, это довольно близко к нашей звезде чудовищных драконов, кивнул Макги. Хорошо, тогда мы пойдем туда, усмехнулся Шиянь. Он посмотрел на расширяющуюся пространственную трещину, призывая свою силу. Лучи пространственной энергии были похожи на паутину в его теле, когда выстреливали к пространственным трещинам, как острые ножи. Появился сияющий световой проход, созданный его пространственной энергией. Он был похож на дверь, ведущую прямо к звезде черной воды, где был огромный черный океан. Злой дракон Макги был потрясен, радостно спросив. Брат, мы можем туда добраться? Шиянь улыбнулся, я иду первым, тебе просто нужно следовать за мной. Затем он направился к великолепно сияющему проходу. Его тело бога было опутано большим количеством лучей яркого света. Однако хаотичные пространственные потоки больше не атаковали его. Глаза Макги просветлели. Он не стал дожидаться полного исчезновения Шииня и поспешил последовать за ним. Один человек и один дракон прошли через световой проход. Они постепенно исчезли из этого волшебного хаотичного пространственного бассейна, не оставив и следа. Вскоре после того, как они ушли, волшебный темно-синий мир разрушился. Он стал руинами в пространственном бассейне. Пространственные косы стреляли, как огонь или сумасшедший метеоритный дождь. Над огромным черным океаном звезды черной воды появилась пространственная трещина. Из нее вывалились две фигуры, падая в воду. Пространственная трещина постепенно исчезала, как будто ее зашивали пространственные косы. В конце концов пустота снова стала такой же, какой и была. Шииня и Макги плавали в ледяной морской воде, глядя в небо. Это было звездное небо с несколькими солнцами и лунами, расположенными над звездой. Они сияли странным, но великолепным светом, который освещал этот мир. Черная морская вода тоже сияла. Ха-ха-ха. Я выжил. Злой дракон Макги посмотрел на знакомое окружение. Его огромное драконье тело постоянно двигалось в море и поднимало волны. Он выглядел как водное чудовище, которое пыталось двигаться и создавать хаос. Внезапно из Черного моря начали появляться какие-то фигуры. Это были воины морского клана с острым оружием. Они были злыми, потому что хотели наказать тех, кто сеял здесь хаос. Тем не менее, после того, как они обнаружили, что это злой дракон Макги, они побледнели и ничего не сказали. Затем они погрузились в воду, возвращаясь на морское дно. Казалось, они знали, насколько пугающим было племя злых драконов, поэтому они не осмеливались беспокоить Макги. Макги не обращал на них внимания. Он двигался и потягивался в воде, чтобы излить свою радость. Он так волновал море вокруг себя, что казалось, что произошла катастрофа. На звезде Черной воды также были жители. Однако, поскольку они знали, что Макги был сильным, никто из них не осмеливался беспокоить его. Покрутившись некоторое время, Макги успокоился. Ему вдруг стало скучно. Его огромное тело приняло человеческий облик. Он стал мускулистым мужчиной. Он весело рассмеялся. «Брат, ты когда-нибудь был на звезде Черной воды?» Шиянь покачал головой. «Идем, я отведу тебя в хорошее место. Мы устроим для тебя приветственную вечеринку». Макги безумно рассмеялся, стремительно двигаясь по воде. Он, казалось, очень хорошо знал звезду Черной воды. Он знал, куда идти. После того, как он превратился в человекоподобную форму, он все еще был властно-диким и бешено бродил вокруг. Шияню стало весело. Он неохотно покачал головой и последовал за ним. Глава 967. Природные инстинкты злого дракона Злой дракон Макги, казалось, был почетным гостем звезды Черной воды. Он хорошо знал это место. Он яростно носился вокруг, не обращая внимания на остальных. По пути он столкнулся с воинами разных рас, но никто из них не осмелился остановить его. У племени злых драконов в этом месте была мощная сила и серьезная репутация. Макги был младшим сыном патриарха племени злых драконов. Обычно он был упрямым и властным. Он принадлежал к небольшой группе людей на вершине пирамиды. Однако место, куда хотел попасть Макги, казалось, было очень далеко. Они долго бежали, но еще не достигли нужного места. Шиянь начал терять терпение. Они пережили много трудностей, чтобы выбраться из этой пространственной трещины. Шиянь безумно хотел использовать формацию дитя и соединяющие небо формации матери и дитя, чтобы связаться с племенем гигантов Фейлани Лианой. Он хотел узнать о том, что с ними происходит в последнее время. Десятки лет не были вечностью для воинов, которые могли прожить несколько тысяч лет. Это было как одно мгновение. Но для Шияня это была бесконечность. Пары десятков лет было достаточно, чтобы племя гигантов претерпело огромные изменения. Он не знал, смогли ли его товарищи благополучно все преодолеть. Он очень переживал и торопился. Поэтому он остановился, нахмурился и заговорил с Магги. Я хочу остановиться где-нибудь. Мне нужно кое-что сделать. Магги тоже остановился и повернул голову, чтобы посмотреть на Шияня. Затем он улыбнулся. Не торопись. Мы почти у цели. Хэм. Мы доберемся максимум через два часа. Это маленький остров, но это центр звезды Черной воды, который является самой оживленной областью. Нахмурившись, Шиянь кивнул. Спустя два часа, они увидели остров посреди безбрежного Черного океана. Земля этого острова была черной и жесткой, как железо. Тем не менее в этом месте все же были странные растения, и там работали представители разных рас. Большинство из них принадлежали клану монстров, морскому клану, человеческому клану и демоническому клану. Похоже, они пришли сюда для того, чтобы купить материалы. Этот остров называется Остров Черного Камня. Там много зданий, которые больше походят на большие дворцы. Эти здания очень высокие, их высота может составлять десятки или сотни метров. Шиянь видел на Острове Черного Камня много людей из разных рас, включая морской клан, клан монстров, демонический клан, человеческий клан и некоторые другие кланы. Возле Острова Черного Камня на якоре стояли странные линкоры. Они выглядели как древние звери под водой. Все они выглядели огромными и свирепыми. Люди переносили блестящие и красочные материалы для совершенствования из линкоров в здание на этом маленьком острове. Звезда Черной Воды – это территория морского клана. На этой звезде жизни нет земли, но есть очень большой океан. В любом случае, под водой есть много удивительных материалов для совершенствования, которые нельзя найти ни на одной другой звезде. Морской клан продает эти материалы другим воинам на ближайших звездах жизни. Магги улыбнулся и объяснил. Остров Черного Камня – это рынок. Ты можешь наслаждаться здесь многими вещами. Мы можем найти множество красавиц из разных кланов. Ведь ты спас меня дважды. Я сделаю так, чтобы тебе здесь было очень комфортно. Магги засмеялся, направляясь к самым роскошным дворцам в центре острова Черного Камня. Шиянь был удивлен, горько улыбаясь. Он колебался, но все же последовал за Магги. Когда они подошли к дворцу, охранник из морского клана внезапно закричал, и его глаза просветлели. Молодой мастер Магги – это ты? Магги засмеялся так сильно, как будто он сейчас треснет. Дай мне самую роскошную и дорогую комнату. Я хочу развлечь моего уважаемого гостя. Приведи девушек. Я хочу для своего брата только самые лучшие. Молодой мастер Магги – это. Твой отец искал тебя. Разве ты не пропал? Охранник смотрел на него, пытаясь подобрать слова. Некоторое время Магги был сбит с толку и чесал голову, а потом пробормотал. О, я забыл об этом. Верно, прошло много десятков лет с тех пор, как он видел меня в последний раз. Должно быть, он волнуется. Однако вскоре он забыл об этом, решительно сказав. Я скоро вернусь на звезду чудовищных драконов. Не стоит обращать внимание на мои дела. Дай мне комнату. Охранник счастливо улыбнулся, кивнул и повел их. Это место было дворцом из сверкающего пятицветного камня. Оно было освещено солнцами, лунами и звездами по всему небу. Великолепный свет делал это место потрясающе роскошным. Дворец был разделен на множество блоков, а лучшие места были позади дворца с различными виллами. У каждой виллы был горячий пруд, вода в которой текла из горячего источника. Температура воды здесь была теплой и комфортной круглый год. В пруду было много драгоценных камней и минеральных веществ. Он оказывал волшебное влияние на воинов, когда они в нем совершенствовались. Все виллы были построены из разных и редких материалов. Они выглядели роскошно и элегантно. Там были миниатюры гор, ручьев и мостов. На стенах этих вилл были формации, которые могли собирать энергию неба и земли. Макги отвел Шильеня прямо на виллу за дворцом. После того, как он нашел место, он громко крикнул, чтобы принесли хорошую еду и спиртные напитки. Вскоре после этого пришли красивые женщины в роскошных одеждах. Их изящные нефритовые руки держали под носы с фруктами и вином, их глаза мерцали. Шильянь увидел в этой группе русалок из морского клана, женщин-лисей расы из клана монстров, женщин-очаровательной расы из демонического клана. Эти кланы были известны своим значительным количеством красивых и очаровательных дам. На этих девушках была легкая шелковая одежда, под которой была видна их белоснежная кожа. Они хихикали, опираясь на Макги и массируя его плечи и ноги. Они были услужливыми, пытаясь завоевать его благосклонность. Макги постоянно улыбался. После того, как пришли эти женщины, он постоянно трогал их пышную грудь и попу. Его взгляд был похотливым, и он постоянно смеялся. К Шильню подошло несколько прекрасных дам очаровательной расы Элисии. Расы около 20 лет. Они выглядели оживленными и свежими, как недавно выросшие цветы. Шильянь нахмурился, глядя на Макги и его развратное поведение. Он подумал о том, что племя злых драконов оправдывало свою похотливую славу. Помимо их огромной боевой компетенции, они также были печально известны во всей Агатовой звездной области своим распущенным поведением. Поведение Макги было естественным инстинктом племени злых драконов. Проведя в Агатовой звездной области много времени, Шильянь знал, что в этой обширной звездной области высокого уровня было много рас, которые не были родом с материка Благодати. Он знал, что есть племя злых драконов, ледяной клан, древесный клан, огненный клан и другие странные кланы. В Агатовой звездной области были человеческий клан, демонический клан и морской клан. Он понимал, что 10 древних кланов материка Благодати существуют не только на материке Благодати. Внешнее пространство действительно было бесконечным. В бесчисленных звездных областях было столько же звезд жизни, сколько песчинок. Возможно, 10 древних кланов материка Благодати долгое время появлялись в других звездных областях. Кроме того, возможно, 10 древних кланов на материке Благодати пришли из других звездных областей через какие-то пространственные каналы или магическое наследие. Короче говоря, материк Благодати не был центральной звездной областью. Несмотря на то, что это был древний континент, он не был уникальным. В Агатовой звездной области было более 100 раз, включая 10 известных древних раз. Более того, они были не из материка Благодати. Конечно, должно быть, среди них было несколько кланов, которые покинули материк Благодати и обосновались в Агатовой звездной области, как племя гигантов. Тем не менее, эти кланы с материка Благодати не были мощными силами Агатовой звездной области. Они были даже еще слабее. Магги и знаменитые красавицы языческих племен все еще пили и дразнили друг друга. Они хотели, чтобы Шиянь наслаждался этим временем с ними. Улыбка Шияня была неохотной и слабой. Поскольку он волновался, у него не могло быть хорошего настроения. Магги увидел, что Шиянь паник. Некоторое время он был сбит с толку, а затем нахмурился, столкнув девушку лисьей расы со своих колен. Брат, что тебя огорчает? Если Магги может помочь, я не откажусь. Ты можешь быть со мной честен. Шиянь улыбнулся, выпил половину бокала одним глотком и ответил. Я из региона Дальнего Запада. У меня много друзей. Я не знаю, где они сейчас. Я очень волнуюсь. Магги был сбит с толку. Некоторое время он размышлял, а затем взмахнул рукой, прогоняя дам. Убирайтесь немедленно. Красавицы ушли, оставив на просторной вилле только Магги и Шияня. Чем я могу тебе помочь? Серьезно спросил Магги, когда в комнате остались только они двое. Если я могу, то я обязательно помогу тебе. Скажи мне, как я могу тебе помочь? Здесь безопасно? Нас не побеспокоит. Шиянь колебался. Он выпустил свою духовную энергию. Его глаза просветлели. Это может помешать духовному обнаружению? Он посмотрел на стены и обнаружил, что не может пройти через барьеры без использования своей пространственной концепции. Шиянь внезапно понял, что это место не просто роскошная таверна. Тот, кто спроектировал этот дворец, должен иметь некоторый опыт или достижение. Не волнуйся. Никто не сможет нас здесь побеспокоить. Я знаю владельца этого места. Это место построили члены племени морских драконов из морского клана. Ты можешь говорить здесь все что угодно, кивнул Магги. Шиянь улыбнулся. Он встал, идя к центру этой величественной виллы. Кольцо иллюзорного неба вспыхнуло, и формация дитя из соединяющей неба. Формация матери и дитя красиво появилась, словно драгоценный трон в виде лотоса. Он спустился на землю. В формацию были немедленно инкрустированы божественные кристаллы. Внезапно формация дитя засветилась. Вскоре после этого рассеялась пространственная энергия. Магги был поражен и зашипел. Брат, ты вовсе необычный. Этот вид соединяющий формации бесценный. Шиянь кивнул, его лицо стало суровым. Он протянул левую руку и задрожал. Он не осмелился создать связь. Он не знал, отобрали ли формацию матери на звезде старой орхидеи или нет. Прошли десятки лет. Он не знал, смогли ли племя гигантов, Фэйлань, Леона и другие убежать. Он был напуган. Ему было страшно от того, что он мог ничего не получить после того, когда соединит формации. Он боялся, что увидит то, чего не хочет видеть. Брат, почему ты не решаешься? Магги было любопытно. Шиянь внутренне вздохнул. Его лицо стало решительным. Из его ладони выстрелили лучи пространственного света, собираясь в формации дитя. От формации дитя колебалась свирепая пространственная энергия. Величественная вилла затряслась, как будто она не могла этого вынести. Тук-тук-тук. Внезапно раздался стук по металлическим дверям виллы. Послышался голос, который мог смягчить кости людей. Магги, выходи. Это твоя сестра. Я пришла, чтобы увидеть тебя. Магги слегка побледнел и поспешно закричал. Не надо. Я принимаю душ. Ничего страшного. Мне больше всего нравится смотреть на то, как ты принимаешь душ. Бум. Огромные двери сломались. В ярком свете появилась стройная девушка. Глава 968. Гумо Магги побледнел. Глядя на Ши-яня, выпускающего пространственную энергию, чтобы соединить формации, в глазах Магги вспыхнуло раздражение. Нахмурившись, Ши-янь прекратил свои действия, вылетел из формации дитя и снова оказался в большой вилле. Он холодно посмотрел на ту, кто только что прибыл. Это была маленькая женщина. На вид ей было не больше 18 лет. У нее на голове было два драконьих рога. На ней была черная броня. У нее была бронзовая кожа и рубиновые глаза, которые красиво блестели. У маленькой девушки был мягкий и милый голос. Она говорила нежные слова. Тем не менее она была полна энергии, которая была не меньше, чем у Магги. Ах. Девушка тихо вскрикнула. Когда она увидела формацию дитя в зале, ее рубиновые глаза засветились. Она весело засмеялась, глядя на Магги. Зачем ты принес сюда формацию пространственной телепортации? Хе-хе. Магги, ты исчез на пару десятков лет. В какую игру ты играешь? Твой отец очень переживал за тебя. Он попросил наше племя жестоких драконов следить за твоим местонахождением. Племя жестоких драконов? Шиянь был удивлен. Он в изумлении посмотрел на девушку. Клан монстров в Агатовой Звездной области был могущественным кланом. Несмотря на то, что в нем было много ветвей, двумя самыми могущественными ветвями клана монстров были племя злых драконов и племя жестоких драконов. Они были столпами клана монстров. Племя жестоких драконов было еще одним племенем клана монстров, которое славилось своей мощной силой. У племени жестоких драконов были хорошие отношения с племенем злых драконов. Они были союзниками, которые двигались вместе и отступали вместе. Когда у клана монстров возникали какие-либо проблемы, эти два племени объединялись и решали их. Маленькая девушка полностью преобразилась, но огромная цикровь из ее тела была достаточно значительной, чтобы Шильянь узнал ее личность. Воинам разных раз было трудно достичь высокого уровня прочности своих тел. В то же время только клан монстров считал совершенствование тела своим основным путем боевого развития. И только сильные ветви клана монстров могли достичь такого уровня. Гумо, почему ты на звезде черной воды? Фыркнул Макге, надув губы. И не веди себя со мной так по-сестрински. У меня нет такой грубой, неразумной и бестолковой сестры, как ты. Выкладывай. Какая проблема у тебя возникла на этот раз? Проблема? Весело засмеялась Гумо. Какие у меня могут быть проблемы? Я беспокоюсь о тебе. Я хочу узнать о том, как у тебя дела. Так почему бы тебе не пообщаться со мной? Я не буду общаться с тобой. Макге выглядел так, словно у него болит голова. Если у тебя нет здесь никаких дел, то не беспокой меня. Мне было очень трудно вернуться. Я хочу немного отдохнуть. Затем Макге взмахнул рукой, словно не мог больше терпеть ее. Он дал Гумо сигнал уйти. У Гумо из племени жестоких драконов на лице все еще была улыбка, пока она разглядывала Шииня. Она ласково заговорила с ним. Маленький брат, какое ты имеешь отношение к Макге? Я просто хотела предупредить тебя как можно раньше. Макге, испорченный ребенок. У тебя не будет ничего хорошего, если ты останешься с ним. Лучше бы тебе провести между вами четкую грань в ближайшее время. Шииня нахмурился, его лицо стало холодным и суровым. Он не ответил девушке. Гумо фыркнула. Ей не понравились манеры Шииня. Она обернулась и закатила глаза, глядя на Макге. Внезапно ее голос стал более нежным. Макге, я хочу кое-что обсудить с тобой. Позже, Макге был сбит с толку. После этого он произнес. Подожди, пока я закончу свои дела со своим братом. Затем я поговорю с тобой. Но сначала я хочу прояснить ситуацию. Не смей использовать меня в качестве своего щита и больше никогда не проси меня быть твоим сообщником. Шиинь был поражен. По отношению Макге Шиинь понял, что его отношения с этой девушкой из племени жестоких драконов не были поверхностными. Кажется, ранее она использовала его. Он был взбешен. Однако из-за хороших отношений между племенем злых драконов и племенем жестоких драконов он раньше хорошо ладил с Гумо. Именно поэтому он был немного угрюмым. Не надо. Мне нравится мужчина. Он высокомерен. Но мой отец очень любит его. Он даже не обращает на меня внимания. Гумо расслабилась и словно забыла о Шиине. Она ласково говорила. Я не знаю, что ему нравится. Он очень молчаливый. Я не знаю, о чем он думает. Я думаю, что раз уж вы оба мужчины, то вам будет легче найти общий язык. Ты можешь помочь мне сделать его более открытым, чтобы узнать о том, что ему нравится. Макге был поражен. Он недоверчиво посмотрел на Гумо и запнулся. Ты ты шутишь, верно? Я никогда раньше не видел, чтобы у тебя было такое лицо. Он тебе действительно нравится? Это невозможно. Дикой маленькой девчонке из племени жестоких драконов кто-то нравится. Тебе никогда никто не нравился? Он он тоже из клана монстров? Да, он один из нас. Во всяком случае, он не из Агатовой Звездной Области. Он прибыл в нашу Звездную Область 10 лет назад. Теперь он боец нашего племени жестоких драконов. Мой отец сказал, что у него бесконечный потенциал и он станет новой звездой нашего клана монстров. Гумо была немного застенчивой. Он очень холодный и свирепый. В последние 10 лет он повсюду сражался за наше племя жестоких драконов. Он заслужил наше уважение. В последнее время у моего отца появилась странная идея. Он хочет дать ему Звезду Жизни. Вау, это невозможно. Заинтересовался Макге. У твоего отца невероятная проницательность и большие ожидания. Чужой человек смог заслужить такую высокую оценку? Он действительно такой превосходный? Да, кивнула Гумо. Она немного поколебалась, прежде чем продолжить. Я думаю, что он гибрид. В нем есть кровь темного клана. Его сила странная и злая. Он определенно является членом клана монстров, но мы никогда раньше не видели его ветвь в Агатовой Звездной области. Его зовут Призрачный Охотник. Шиянь был поражен. Он слышал только жужжание в голове и не знал, о чем говорили Гумо и Макге. Призрачный Охотник. Это был Призрачный Охотник. Когда в том году он покинул материк Благодати, Призрачный Охотник, Бог Святого Духа, Всепожирающий Золотой Шелкопряд и Король Демонических Насекомых отправились, чтобы получить наследие клана монстров. После этого Шиянь потерял с ними связь. Вернувшись, он нашел то место на материке Благодати. Однако он увидел только алтарь наследия на том горном хребте, но не своих зверей. Прошло очень много лет, как Шиянь мог сохранять спокойствие, услышав новости о Призрачном Охотнике в Агатовой Звездной области. В самом деле, Призрачный Охотник был первым, кого он приручил. Его великий дедушка привел его из Демонической области. У Призрачного Охотника было уникальное происхождение. Он был гибридом Небесного Призрака из Подземного Мира и Дракона Охотника из Демонической области, который был самым сильным и самым странным темным монстром и демоническим зверем из Подземного Мира и Демонической области на материке Благодати соответственно. Со того дня, когда он последовал за Шиянем, Шиянь всегда чувствовал, что он был чрезвычайно ужасающим существом. Шиянь никогда не мог себе представить, что он сможет встретить Призрачного Охотника в Агатовой Звездной области. Они так долго были порознь. Призрачный Охотник. Почему он работает на клан жестоких драконов в Агатовой Звездной области? Что случилось с ними в горах Небесного Демона, где он был до того, как попал в Агатовую Звездную область? Что с ним произошло? Шиянь был озадачен, стоя на одном месте. Он был в шоке. Он долгое время ничего не говорил. Магги все еще разговаривал с Гумо. Гумо объясняла и рассказывала ему о том, как Призрачный Охотник из Племени Жестоких Драконов одержал победу во многих битвах. Он довольно жестокий. С тех пор, как он прибыл, он всегда участвовал в разных битвах. Он кровожадный и жестокий. Он более жестокий и дикий, чем члены нашего Племени Жестоких Драконов. Мой отец очень любит его. Он участвовал во многих сражениях за наше племя. Его достижений становится все больше день ото дня, что представляет угрозу для членов нашего клана. Он вот-вот прорвется на 12-краткий уровень. Я думаю, это не займет много времени. Вот-вот прорвется на 12-краткий уровень. Это означает, что он на пике 11-го уровня. Хэм, это мало чем отличается от других воинов на пике сферы первозданного бога. Гумо, ты на 12-м уровне. Почему тебе нужно угождать ему? Магги был удивлен. Я не смогла победить его. Смущенно улыбнулась Гумо. Я чувствовала себя не очень хорошо, когда мой отец предпочитал его мне. Я сражалась с ним один раз, когда никто не видел. Он избил меня. Он чуть не убил меня. В тот момент я увидела его харизму. Только такой мужчина может быть мне достойной парой. Ничего себе. Магги был поражен. Он на один уровень ниже тебя и чуть не убил тебя. Гумо, у тебя за эти годы не было никакого прогресса? Ты думаешь, что ты сильный? Усмехнулась Гумо. Даже если бы это был ты, ты бы проиграл. Если бы он не был таким выдающимся, как бы я могла так сильно жаждать его. Наш клан монстров не похож на другие расы. Немногие племена могут устраивать такие битвы разных уровней. Особенно после того, как он победил меня. Среди племен клана монстров наши два племени являются самыми сильными. Если он сможет победить меня, члена племени жестоких драконов, он может победить и тебя. Он может даже убить тебя. Гумо говорила решительно, как будто это абсолютная правда. Видимо, Магги не купился на это. Он усмехнулся, качая головой. Он из маленького и неизвестного племени. Ты думаешь, что он может победить меня? Что это за шутка? Я думаю, что, поскольку он тебе нравится, ты не использовала свою полную силу. Вот как он победил тебя. О, женщины, вы сделаете все, что вам скажет ваше сердце. Давай. Гумо была в ярости. Она холодно улыбнулась. Он на острове черного камня. Тебе нужно проверить его? Если ты сможешь победить его, я больше не буду тебя беспокоить. И я прикрою твою задницу за те грязные дела, которые ты совершил. Ты уверена? Конечно. По рукам. Магги потер руки, улыбаясь. Ты часто угрожала мне тем, что доложишь обо мне. Я очень раздражен. Ну, я могу преподать твоему любимому урок. Ты увидишь, насколько я силен. Позже ты не будешь болтать и увязываться за ним. Магги задрожал. Он был в восторге, предвкушая битву. Однако он, казалось, что-то вспомнил, смущенно обратившись к Шииню. Брат, оставайся здесь. Я скоро вернусь к тебе. Не волнуйся. Никто не побеспокоит тебя здесь. Я скажу им позаботиться о тебе. Гумо из племени жестоких драконов не обращала внимания на Шииня. Она просто взглянула на него и отвернулась. По мнению Гумо Шиинь был просто воином во втором небе сферы первозданного бога. Очевидно, он не стоил упоминания. Племя жестоких драконов было одной из самых сильных ветвей клана монстров в Агатовой Звездной области. У них было острое зрение. Я пойду с вами. Когда Макге и Гумо все еще были сбиты с толку, Шиинь вернул формацию дитя обратно в свое кольцо иллюзорного неба. Он тихо последовал за ними, решительно сказав. Я тоже хочу расширить свои знания. Эй, мальчик, не забудь держаться подальше от них. Мужчина, который мне нравится, очень сильный. Ему будет все равно на тебя, и он может убить тебя. Поскольку ты друг Макге, я достаточно любезна, чтобы напомнить тебе. Ты не должен напрашиваться на смерть. Гумо нахмурилась, давая ему совет. Шиинь беззаботно кивнул. Макге, сфера твоего друга невысокая. Как ты с ним познакомился? Гумо не заботилась о чувствах Шииня, небрежно разговаривая с Макге. Ты должен быть осторожным, не раздражая его. В противном случае даже я не смогу остановить его. Он он меня не слушает. Он никого не слушает. Иногда он даже действует вопреки приказам моего отца. Этот человек очень надменный. Но он мне действительно нравится. Гумо была увлечена этим мужчиной, как будто она глубоко погрузилась в море привязанности, которую она не могла контролировать. Глава 969 Призрачный охотник в этот момент. На Черном Камне к югу от острова Черного Камня приземлился линкор, который был длиной более 2000 метров. Он был похож на птицу, которая летела, расправив крылья. Этот линкор был блестящим и узким с маленькой головой, маленьким хвостом и широкими крыльями. Он был сделан из какой-то белоснежной нефритовой кости. Вдоль линкора двигался красивый ореол, как будто там звучало волшебное журчание воды. На этом линкоре сидели эксперты клана монстров в человеческом облике. Они выглядели действительно странно и эксцентрично. У некоторых были длинные головы и длинные рога, а у других – длинные хвосты и толстые клыки. Несмотря на то, что они были в человекоподобных формах, они все же сохранили лучшую характерную черту своих рас. Все они выглядели жестокими и могущественными. На вершине линкора сидел молодой человек в черно-серой одежде. Он был равнодушным и холодным, как камень. Его длинная черно-серая мантия была покрыта странной вышивкой, которая больше походила на шевелящихся червей. Его длинные волосы развивались на ветру, из-за чего он выглядел жутко, словно с кучей змей на голове. Контуры его лица выглядели так, будто они вырезаны из мрамора с четкими краями и углами. Его зрачки были пугающе красными. Позади него выстроились несколько сотен воинов клана монстров. Они смотрели на своего лидера с большим уважением и восхищением, которые исходили из глубины их сердец. В клане монстров в племени жестоких драконов было много выдающихся и сильных молодых людей. Тем не менее все эти энергичные и дикие люди следовали за этим молодым человеком. Он тихо сидел и смотрел прямо перед собой, ни на чем не сосредотачиваясь. Казалось, он был поглощен своими мыслями. Другие не знали, что у него в голове. Это он. Гумо остановилась, издалека указывая на мужчину. Ее красивые глаза засияли, когда она пробормотала. Что ты о нем думаешь? Мужественный и достаточно крутой, верно? Макгин охмурился и фыркнул. Ты должен набраться смелости и сразиться с ним. Гумо нежно и расслабленно улыбнулась. Нам не нужна причина для битвы между членами клана монстров. Это как обсуждение боевых искусств. Теперь ты можешь идти. Я хочу посмотреть, на что он способен, злобно рассмеялся Макге. Его тело выскочило из леса, как острый меч. Его руки нанесли взрывной удар. Гигантские деревья взорвались. Повсюду разлетелись куски деревьев и камней, поскольку они не могли выдержать ударную волну его движения. Когда Макге летел, под ним появилась глубокая канава. Это выглядело так, как будто эту пугающую канаву вспахало огромное оружие. Ши Ян тихо остановился. Он был очень удивлен, когда посмотрел на его лицо, которое было одновременно знакомым и чужим ему. Он был задумчив и не знал, что сказать. Спустя несколько десятков лет его старый напарник стал могущественным бойцом клана монстров. Он накопил в своем теле огромную силу, которая помогла ему легко перемолоть весь остров черного камня в порошок. По его компетенции Ши Ян понял, что его можно сравнить с воинами пикосферы первозданного бога. У него также была возможность бросить вызов экспертам клана монстров 12го уровня. Это означало, что призрачный охотник не оказался бы в невыгодном положении, если бы он сражался с Ши Янем. Прошло всего пара десятков лет. Прогресс с призрачного охотника был не меньше, чем у него. Он не знал, с какими трудностями столкнулся призрачный охотник и в скольких кровопролитных сражениях он участвовал, чтобы достичь своего нынешнего пугающего уровня. Зрачки Ши Яня сузились, когда он разглядывал экспертов клана монстров, стоящих за призрачным охотником. Он не пропустил никого из них. Однако он был удручен, поскольку обнаружил, что никто из них не был ему знаком, кроме призрачного охотника. С призрачным охотником не было короля демонических насекомых, всепожирающего золотого шелкопряда и бога святого духа. Настроение Ши Яня ухудшилось. Он немного волновался. Призрачный охотник молча сидел на линкоре, похожем на птицу. В его глазах мелькнул блеск жестокости, когда он увидел, что Макге яростно приближается. Он встал. Яростная и внушительная энергия вырвалась его из руки, которая выглядела так, как будто она выкована из железа и стали. Это было похоже на одновременное извержение большого количества вулканов. Этот вид цикрови и энергии был невообразимым. Бум! Его удар, казалось, мог сокрушить небо. На острове Черного Камня раздались взрывы. Маленький остров с грохотом затрясся. Его удар, казалось, запечатал весь мир. Его кулак непрерывно увеличивался, как стальная гора, которая взрывала воздух своим пугающим давлением. Его удар с ошеломляющей движущей силой ослабил свет от солнца лун. В глазах Ши Яня и Гумо мир, казалось, больше не существовал. Они видели только тот удар, который разорвал пространство и заполнил каждый уголок этого острова и каждое духовное море, из-за чего другие воины почувствовали боль. Духовный алтарь Ши Яня задрожал. Он испугался. Он никогда не мог представить, что у призрачного охотника могла быть такая сила. Его тело запечатало это пространство меняющейся силой. Он объединил в своем ударе десятки тысяч энергетических нитей. В конце концов, он призвал свою силу до высшей точки. Это была жестокая сила, которую могли выпускать только воины с изысканными достижениями в энергии своего тела. Ши Янь подумал, что он не может призвать энергию своего тела до такого могущественного уровня. Взыв. Выстрелили десятки тысяч лучей света, которые полетели в воздухе как драконы или змей. Они силой остановили Макги на его пути. Этот удар был покрыт спутанными лучами света. Перед грудью Макги будто взорвался световой шар. Из-за этого оглушительного взрыва Макги упал на землю. Треск. 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 В момент приземления Макги появилась огромная дыра, простирающаяся на несколько тысяч метров вглубь земли. Весь остров Черного Камня трясся, как от сильного землетрясения. Многие железные и каменные здания дрожали, как они будто вот-вот разрушатся. Многие воины разных кланов закричали от страха. Они немедленно ушли из тех мест, где были, и направились в этот район, чтобы посмотреть, что происходит. Призрачный охотник стоял на линкоре, его лицо было холодным и свирепым. У него была дикая аура. Очертания его лица были холодными, что делало его похожим на ледяной острый меч, вытащенный из ножен. Он еще не двигался. Только его рука гудела, когда кости, плоть и сосуды внутри издавали какой-то звук. Это был знак того, что энергия призывается к максимуму. Магги упал в огромную дыру. Время от времени в этой пещере плескалась вода. Кажется, остров Черного Камня был пробурен насквозь. Магги не отреагировал. Он выглядел так, как будто у него закружилась голова после этого удара. Он не вылетел из той пещеры под Черным морем. Находясь в тускло освещенной пещере, Магги поднял лицо, чтобы посмотреть на призрачного охотника. Его лицо было озадаченным. Гумо сжало свои мягкие и маленькие руки. Ее красивые глаза были веселыми и блестящими с разными яркими цветами. Она посмотрела на призрачного охотника, хихикая и взволнованно крича. Как насчет этого? Более властный, чем Магги. Шиянь неосознанно кивнул. Тебе следует держаться от них подальше. Магги скоро придет в ярость. Он не контролирует себя, когда сражается. Если они перенесут свое место битвы ближе к тебе, я уверена, что ты не сможешь противостоять ударной волне, учитывая твою сферу. Когда Гумо увидела, что он согласен с ее мнением, она любезно напомнила ему. Несмотря на то, что у тебя есть духовный алтарь, без силы из твоего духовного алтаря твое слабое тело не сможет выдержать ударную волну таких мощных сил. Поскольку ты в хороших отношениях с Магги, я советую тебе покинуть это место пораньше. Ты не такой, как я, так что у тебя нет могущественной силы нашего племени. Шиянь нахмурился и склонил голову, чтобы посмотреть на нее, решительно ответив «Все в порядке, я хочу понаблюдать». Причина, по которой Шиянь пришел сюда, но еще не подошел к призрачному охотнику, заключалась в том, что он хотел увидеть, какого уровня достиг сейчас призрачный охотник. Конечно же, он не уйдет, пока не узнает это. В красивых глазах Гумо вспыхнуло презрение. Она фыркнула, нетерпеливо сказав «Забудь об этом, я защищу тебя». Я не хочу, чтобы Магги обвинял меня в том, что у меня нет чувства братства. Шиянь усмехнулся, но больше ничего не сказал. На острове Черного Камня собралось много воинов из разных кланов. Там были клан монстров, демонический клан, морской клан и человеческий клан. Они прибыли разными способами. Некоторые ехали на красивых колесницах воина или летающих повозках. Некоторые просто прилетели, паря в воздухе. Там были как молодые, так и старые, как мужчины, так и женщины. Там были и престарелые воины, и элегантные дамы. Призрачный охотник. Это призрачный охотник из племени жестоких драконов. С кем он сражается? Призрачный охотник, тот еще персонаж. Он появился здесь 13 лет назад. Он убил очень много членов клана монстров и использовал их кровь, чтобы укрепить себя. Его поступки жестокие и властные. Племя жестоких драконов послало несколько войск, чтобы убить его. Они пожертвовали многим, но ничего не получили. В конце концов, патриарх племени жестоких драконов пришел поговорить с ним. Мы не знаем, о чем они говорили, но впоследствии он стал членом племени жестоких драконов. Он повсюду сражался за племя жестоких драконов. Да, я слышал, что он не из клана монстров в Агатовой Звездной области. Он гибрид. Очень жестокий и опасный. Состояние племени жестоких драконов улучшилось с тех пор, как они получили такого дикого подчиненного, как он. Я слышал, что патриарх племени хотел завербовать его. Он сказал, что в будущем этот молодой человек станет одним из лидеров клана монстров. Он невероятный. Члены разных кланов, собравшиеся здесь, жили на соседних звездах жизни. Слушая легенды о призрачном охотнике, они постоянно громко вскрикивали. По их мнению, призрачный охотник, новая звезда, был непредсказуемым персонажем с бесконечным потенциалом. Он стал самым острым и самым окровавленным мечом племени жестоких драконов. Его имени было достаточно, чтобы до ужаса напугать врагов племени жестоких драконов. Когда они прибыли, Магги находился в дыре, поэтому они не увидели, кто был противником призрачного охотника. Они не знали, что это был Магги, ужасный Магги из племени злых драконов. Всплеск. Всплеск. В небо из пещеры выстрелил поток воды. Этот поток выглядел, как гигантский черный дракон, он, круживший по острову черного камня. Внезапно он направился к призрачному охотнику. В центре черного потока медленно появился Магги. Его лицо было темным и спокойным, как вода. Он выглядел жестким и сосредоточенным, как будто он должен был провести с призрачным охотником этот опасный бой. Магги. Это злой дракон Магги. Это Магги. Это надменный Магги из клана злых драконов. Сейчас произойдет ожесточенная битва. Зрители узнали Магги. Они были взволнованы. Они знали, что могут ожидать фантастической битвы. Все они обрадовались. Магги выглядит серьезным. Гумо также стала суровой. Она смотрела на битву своими красивыми глазами и бормотала. Наконец-то у меня есть шанс узнать твою настоящую компетенцию. Магги, ты сильнее меня. Я так взволнована. Интересно, сможешь ли ты победить его? Шиянь был удивлен. Взглянув на Гумо, он задумался. Клан монстров высоко ценил сильных. Для женщин из клана монстров мужская привлекательность зависела от их компетенции. Похоже, Гумо испытывала настоящее чувство к призрачному охотнику, и у нее не было никаких других намерений. Глава 971. Гарантия шияня. Гигантский Магги вырвался из пещеры. Его тело было спрятано в центре черного водяного дракона. Он двигался как радуга с силой тысячи человек, злобно давящий на призрачного охотника. Грохот. Грохот. Черный дракон все еще двигался в воздухе. Густой пар сжался, сгущая энергию неба и земли вокруг в один поток. Казалось, сюда притягивалась вся энергия неба и земли на острове Черного Камня. Другие воины чувствовали, что их души сильно дрожат. У них была галлюцинация, будто их духовные алтари и сознание погружаются глубоко в неизвестный торнадо. Некоторые даже не могли контролировать свои тела, двигаясь к черному водяному дракону. Воины, которые совершенствовали физическую силу, легко могли собирать энергию неба и земли и накапливать ее в своих телах, когда они достигали определенного уровня. Магги был членом племени злых драконов. Он всегда совершенствовал свое тело. В этот момент его понимание и контроль окружающей энергии достигли весьма высокого уровня. Призрачный охотник был холоден, глядя на Магги, поглощающего всю энергию острова Черного Камня. Он нахмурился и наконец стал серьезным. Магги определенно был сильным противником, битва с которым должна была быть хорошей. Он не знал Магги или причину, по которой Магги вдруг захотел сразиться с ним, и у него не было никакого интереса узнать это. Однако сегодня призрачный охотник стал капитаном войска племени жестоких драконов. Под его командованием находилось несколько сотен кровожадных экспертов клана монстров. Они слушали только его приказы и всецело подчинялись ему. Призрачный охотник получил такую поддержку потому, что он всегда был в авангарде каждой битвы. Он никогда не отступал и, казалось, не боялся никакой силы. Даже если ему приходилось противостоять войну, чья сфера была выше его собственной, у него все равно хватало мужества сражаться с ним. Он никогда не упал бы в грязь лицом перед своими солдатами. Поэтому призрачный охотник совсем не колебался. Его лицо помрачнело, похоже, он был в ярости. Рев. Низкий, но резкий рев разорвал небо. Призрачный охотник взлетел в небо со своего линкора. Он был как острое оружие, которое могло пронзить все, стреляя в гигантского черного дракона. Грохот, грохот, грохот. Оглушительные взрывы эхом отразились в каждом углу острова Черного Камня. Воины низкой сферы вздрогнули и их души беспокойно задрожали. Энергия ударной волны была ослепительной, стреляя повсюду с неба и взрываясь. Каждая из этих ударных волн оставляла бездонную дыру в земли острова Черного Камня. Эти ударные волны даже вскипятили морскую воду, посылая в небо черные водяные стрелы. На острове Черного Камня быстро появились тысячи дыр. Многие древние деревья были срублены. Скалы были разбиты. На острове были даже канавы глубиной в тысячу метров. Зрители были напуганы. Они активировали свои концепции. Затем появилось много цветных световых барьеров. Гумо побледнело. Она выругалась себе под нос. Ее глаза сверкнули, и она схватила шеяня. Темно-зеленая световая клетка из чистой энергии накрыла шеяня, как большая зеленая чаша. Она защищала его от ударных волн от атак тех двоих. Шеянь был удивлен и незаметно посмотрел на нее. Кажется, Гумо и Магги были близки. Она проявила свое уважение Магги, защищая шеяня. Это означало, что Гумо уважала Магги. Она на самом деле не была такой грубой, какой хотела казаться. Клетка из темного света была похожа на радугу. Потоки зеленой энергии сплелись между собой, создавая плотную сетку. Энергия в этой сетке была невероятно плотной. Когда Шеянь выпустил свою духовную энергию, ему показалось, что он погрузился в грязную лужу. Он ничего не слышал. Магги и призрачный охотник все еще нападали друг на друга в пустоте. Они устроили на острове Черного Камня фантастический фейерверк с десятками тысяч великолепных огней. Магги не был импульсивным человеком. Пока он сражался с призрачным охотником, он намеренно покинул остров Черного Камня и двинулся дальше в Южное море. Вскоре после этого Магги и призрачный охотник покинули остров Черного Камня, плавая и погружаясь в Бесконечное море. Они не возвращались к своим формам монстров, а все еще сражались, будучи в человекоподобных формах. Они были как две мощные колесницы войны, врезающиеся друг в друга. Они заставили морскую воду вскипеть, подняв цунами высотой в тысячи метров. Магги продвинулся, тихо сказала Гуму. Она посмотрела на Шильянь рядом с ней. Он не сосредотачивался на своем совершенствовании. У него в голове была только похоть. Он часто тратил время попусту. Я не ожидала, что спустя десятки лет его применение силы достигнет такого уровня. Хэм. Он в последнее время совершенствовался в уединении. Шильянь был поражен, но он просто улыбнулся и ничего не сказал. Он был единственным, кто знал, что успехи Магги были не из-за его аскетичного совершенствования, а из-за очищения его души очищающей души жидкостью, которая сделала его понимание силы намного лучше. Что ж это больше не угрожает нам? Гуму огляделась, а затем приоткрыла рот, делая вдох. Темно-зеленая световая клетка, покрывающая Шильня, превратилась в поток зеленой жидкости, исчезающей в ее вишневых губах. Глаза Гуму просветлели, и она внезапно полетела к южному пляжу острова Черного камня. Она приземлилась на большой камень. Шильянь некоторое время колебался. В конце концов он взлетел, встал рядом с Гуму и начал наблюдать. Вскоре после этого другие воины собрались на предыдущем месте сражения. Они стояли на разбросанных по всему этому месту камнях и обсуждали. Всем было любопытно наблюдать за битвой между Магги и призрачным охотником. Все они были взволнованы, споря друг с другом, чтобы узнать, кто же станет победителем. Некоторые думали, что призрачный охотник был сильнее, а другие полагали, что сила Магги была более яростной. У них было очень много разных мнений для дебатов. В любом случае никому из них не было любопытно узнать причину, по которой Магги и призрачный охотник начали этот бой. Это очень удивило Шильяня. Для битвы между членами клана монстров не нужны причины. У вас нет никаких правил? Гумо кивнула, решительно сказав. Конечно, наш клан монстров серьезно относится к битвам. Не только когда сражаются чужие, но и когда сражаются наши собственные виды. Метод, который мы применяем для выбора командира для каждого отряда, это только битвы. Тот, кто сильнее, является победителем. Если ты думаешь, что сильнее, чем твой капитан, ты можешь бросить ему вызов. Если ты победишь, то сразу же займешь его место. Сделав паузу на некоторое время, Гумо ласково, но высокомерно улыбнулась. Когда мы выбираем главу племени, мы также используем этот метод. И в племени злых драконов, и в племени жестоких драконов главой всегда является сильнейший. Нет никаких исключений. Клан монстров использует эту систему вызовов без каких-либо правил для того, чтобы племена оставались пугающими. Именно так мы заслужили свое положение в Агатовой Звездной области. Шиянь молча кивнул. Действительно, необычно. Глава 972. Гарантия Шияня клан монстров и правда использовал дикий метод. Тем не менее все члены клана уважали этот метод и жили согласно ему. Бои без каких-либо ограничений могли повысить их физическую силу. Несмотря на то, что в клане монстров было много конфликтов, благодаря этому методу клан мог непрерывно процветать, а их воины могли зарабатывать положение, статус и богатство благодаря своей реальной компетенции. С некоторой точки зрения такого рода поощрение было мудрым, и это был способ защитить основание процветающего племени. Молодая леди раздался низкий ворчащий рев. Затем они увидели, что к ним подошел член клана монстров. Он не смотрел на Шияня. Он спросил Гумо напрямую. Ты уговорила Магги, не так ли? Гумо улыбнулась и признала это. Да, я попросила Магги сразиться с призрачным охотником. Я хотела посмотреть, насколько силен призрачный охотник. Шиянь повернулся, чтобы увидеть этого эксперта из клана монстров. Он был трехметрового роста, и из его талии рос остроконечный хвост. Его белые волосы спадали ему на плечи, на нем были тяжелые доспехи, из-за чего у людей было ощущение того, что они смотрят на внушительную гору. Этот человек был одним из воинов на линкоре, похожим на летящую птицу, который сидел прямо за призрачным охотником. Он, видимо, был членом отряда призрачного охотника. Мастер призрачный охотник прибыл на остров Черного Камня на этот раз по приказу нашего патриарха. У него есть важная миссия. Юная леди, у тебя вспыльчивый характер, и ты повела себя неразумно. Я боюсь, что то, что призрачный охотник и Магги сражаются, может спровоцировать конфликт. Лицо мужчины было холодным. Он не боялся Гумо, дочь патриарха его племени. Он сказал тихим голосом. Магги из племени злых драконов, а мастер призрачный охотник, военачальник нашего племени жестоких драконов. Что бы ни случилось с ними, это вызовет конфликт между нашим племенем и племенем злых драконов. Магги знает меру. Он не доведет битву до критической точки, где один из них может умереть. Улыбнулась Гумо, беззаботно взмахнув рукой. Вертир, ты слишком сильно переживаешь. Ничего неожиданного не произойдет. Лицо эксперта клана монстров по имени Вертир помрачнело. Затем он фыркнул и сказал. Магги знает, как себя вести, но я не уверен, что знает мастер призрачный охотник. Гумо была удивлена, глядя на него с недоумением. Вертир глубоко вздохнул. В его глазах мелькнул проблеск страха. Его глаза были действительно большими, словно два колокола. Он вилял своим покрытым железом хвостом по земле и крушил им камни в порошок. Молодая леди, ты с ним не близка, поэтому ты не знаешь черты его характера. Если он будет в ярости, он не проявит милосердия. Даже если Магги, сын патриарха племени злых драконов, он однозначно убьет его. В самом деле, улыбка Гумо померкла. Ее охватила паника. Вертир посмотрел на шеяня холодными глазами и понизил голос, шипя. Наш мастер, он поссорился с отрядом племени злых драконов, потому что они спровоцировали его, сказав, что он гибрид. И, каков был результат? Гумо ощутила тревогу. В результате мастер преследовал этот отряд злых драконов десятки тысяч милей и убил их. Когда мы прибыли на место, мы не увидели ни одного нетронутого трупа. Все они были разорваны на части. Эта тошнотворная сцена преследовала нас еще очень долго. Вертир склонил голову и вздрогнул, как будто он не хотел вспоминать такой кошмар. Наш мастер бескомпромиссный. У него нет хороших чувств к племени злых драконов. Возможно, он убьет Магги на глазах у большого количества людей. Молодая леди, твой неразумный поступок может привести к войне между племенем злых драконов и нами. Гумо была напугана. Она внезапно поняла, как глупо она поступила, создав такой беспорядок. Она заволновалась и сказала. Я поговорю с Магги, а ты поговори с призрачным охотником. Мы должны остановить их. Я не могу отговорить мастера. Вертир нехотя улыбнулся и покачал головой. И ты тоже не сможешь. Я пришел сюда для того, чтобы попросить тебя уведомить нашего патриарха. Он должен прийти сюда лично, чтобы разрешить этот вопрос. Или иначе, когда мастер-призрачный охотник рассердится и убьет Магги, альянс между племенем злых драконов и нами, который существовал десятки тысяч лет, будут разрушен. Маленькое лицо Гумо побледнело. Она прикусила нижнюю губу, потому что волновалась и переживала. Она посмотрела на широкое море звезды Черной воды и обнаружила, что битва призрачного охотника и Магги подошла к критическому моменту, когда они боролись не на жизнь, а на смерть. Возможно, в следующий момент один из них будет сильно ранен, а затем и жестоко убит. Гумо была напугана. Она знала, что случится с кланом монстров, если племя жестоких драконов и племя злых драконов отвернутся друг от друга. Это значит, что клан монстров тоже будет разделен, верно. Ее маленькая мягкая рука задрожала, когда она собиралась достать что-то из своей одежды. Она хотела связаться с отцом, чтобы он мог быстро решить этот вопрос. Не нужно торопиться, однако в этот момент Шильянь заговорил после долгого молчания. Я гарантирую, что призрачный охотник не будет действовать необоснованно. Гумо и Вертер были озадачены, странно глядя на него. Глава 971-1 Остановись, молодая леди, кто это? Вертер нахмурился и презрительно фыркнул. Его лицо было холодным. Серьезные слова. Гумо была сбита с толку, скептически глядя на Шильяня. Она нахмурилась, поскольку не знала, что происходит. Даже нашему главе придется убеждать мастера призрачного охотника ласковым голосом. Только тогда мастер задумается, нравится ему это или нет. А ты кто? Как ты смеешь уверять нас в том, что мастер призрачный охотник не станет действовать опрометчиво? Парень, ты не хочешь больше жить, не так ли? Как ты смеешь хвастаться, используя такие надменные слова? Вертер был так зол, что его лицо покраснело. Похоже, он был готов действовать в любую минуту. Он следовал за призрачным охотником около 10 лет, и он всецело поддерживал его. Вертер твердо верил в то, что призрачный охотник в будущем станет лидером клана монстров, который приведет клан в совершенно новую эру. У его поклонения не было логической причины. Однако, по мнению Вертера, призрачный охотник был уникальным. Он восхищался и уважал кровавые и жестокие поступки своего лидера. Иногда он думал о том, что кровавый путь призрачного охотника был более жестким и подобающим мужчине, чем путь патриарха племени жестоких драконов. Призрачный охотник был его богом. Ты не знаешь о ситуации, так что не болтай. Гумо серьезно сказала Шииню. Даже если твоя дружба с Макги неповерхностная, ты можешь только дать ему совет. Призрачный охотник не тот, кого-то ты можешь уговорить что-либо сделать. Ты не можешь, как и я. Я думаю, что только мой отец может немного подчинить призрачного охотника. Великий союз племени жестоких драконов и племени злых драконов был столпом клана монстров в Агатовой Звездной области. Если бы между двумя племенами произошла война, это была бы непредсказуемая катастрофа. От племени жестоких драконов и племени злых драконов зависело много других членов клана монстров. Многие более мелкие ветви клана монстров подчинялись племени жестоких драконов и племени злых драконов. Если два клана станут врагами, то клан монстров будет разделен на две силы. Если между ними разгорится гражданская война, клан монстров в конце концов придет в упадок. Гумо не могла взять на себя ответственность за это. Вертер был так зол, что хотел убить Шильяня. По его мнению, Шильянь был теперь самым большим врагом клана монстров. Он был зачинщиком беспорядка с целью разделить клан монстров. Он даже думал о том, что Шильянь был причиной, по которой Магги спровоцировал призрачного охотника на эту битву. Мне все равно, кто ты. Ты в любом случае должен умереть. Вертер глубоко вздохнул, готовясь к смертельной атаке. Он хотел убить Шильяня любой ценой. Гумо побледнела и поспешила остановить его. Не надо, это не из-за него. Он друг Магги, и он ему очень нравится. Вертер, ты не должен вмешиваться. Я расскажу все своему отцу. Я сказал, что могу остановить это. Вы можете не верить мне, как хотите. Шильянь нахмурился, но на самом деле он был внутренне счастлив. Он никогда не думал о том, что призрачный охотник может добиться такого богатого и звездной области. Он заслужил доверие племени жестоких драконов, которая считала его своим будущим лидером. После этого Шильянь полетел к призрачному охотнику и Магги, сказав, не поворачивая головы, чтобы посмотреть на Гумо и Вертера. Призрачный охотник и я, старые знакомые. Вертер и Гумо были сбиты с толку. Они все еще были озадачены, скептически глядя ему в спину. Однако они не знали, что происходит. Идем. Мы должны пойти туда и поговорить с ними. Гумо некоторое время колебалась, прежде чем быстро принять решение. Она быстро взлетела, обгоняя Шильяня и направляясь к месту битвы. У Вертера было холодное выражение лица, когда в его глазах вспыхнул огонь гнева. Он взлетел в небо и злобно уставился на Шильяня, когда пролетал мимо него. Малыш, если ты осмелишься обмануть нас, я покажу тебе, на что я способен. Гумо и Вертер быстро бросились в сторону призрачного охотника и Макге, которые безумно атаковали друг друга и сеяли хаос. Они чувствовали беспокойство и тревогу. Многие воины из других областей увидели их троих и удивились. Начав бурно обсуждать это, битва между Макге и призрачным охотником достигла своего апогея. Теперь эти двое использовали свои реальные способности. Пока они мобилизовали энергию, огромное количество энергии неба и земли острова Черного Камня поднялось, как бурный поток, вливаясь в них обоих. Из-за этой энергии два новых таланта клана монстров казались яростными извергающимися вулканами. Они будто собирались уничтожить всю звезду Черной воды. Макге, похоже, оказался в невыгодном положении. Призрачный охотник ударил его, оттесняя на морское дно. Тем не менее, каждый раз, когда Макге вылетал из моря, он собирал более мощную силу. Их битва вошла в критическую стадию. Теперь они сражались не на жизнь, а на смерть. Макге, хватит. Внезапно закричала Гумо, ее красивое лицо стало холодным. Я сказала тебе всего лишь попробовать. Я не говорила тебе рисковать своей жизнью. Остановись. Мне больше не нужна твоя поддержка. Ты сказала хватит, значит, ты думаешь, что этого достаточно. Сердито прогремел Макге. Он не проявил своего уважения к Гумо, вытирая струйку крови со своего рта. Я понес потери и хочу их вернуть. Черт, я такой большой, и меня никогда не ранил кто-то, чья сфера ниже моей. Если я не смогу заставить призрачного охотника заплатить за это большую цену, я буду чувствовать раздражение до конца своей жизни. Макге зарычал, снова атакуя призрачного охотника. Гумо так волновалась, как будто ее сердце горело пламенем. Позади нее с умоляющим выражением лица парил Вертер. Теперь у него не было такой надменности, как когда он разговаривал с Шиенем. Он наклонил голову и закричал. Мастер, пожалуйста, прекрати. Я умоляю тебя. Макге, сын патриарха племени злых драконов. Если ты убьешь его, племя злых драконов отвернется от нас. Мастер, ради меня, который годами следовал за тобой, пожалуйста, сделай мне небольшое одолжение. Я прошу, пощади Макге. Призрачный охотник вел себя так, как будто он не видел и не слышал Вертера. Он даже не взглянул на него. Он все еще пристально смотрел на Макге, безумно нанося удары. Каждого удара призрачного охотника было достаточно, чтобы разрушить весь мир. Он заставил морскую воду кипеть, сотрясая всю звезду черной воды. Вертер, казалось, знал о том, что произойдет. Он вздыхал и постоянно кричал. Ты ублюдок. Ты слишком надменный. Меня не было всего лишь несколько десятилетий, когда я умудрился попасть в такую неблагоприятную ситуацию. Просишь его пощадить мою жизнь? Того, чья сфера ниже моей. Я не могу выдержать такое унижение. Крикнул Макге, становясь еще более разгневанным. И призрачный охотник, и Макге не слушали Вертера и Гумо. Они снова начали нападать друг на друга. Их битва становилась все более ожесточенной. Глава 971-2. Остановись. Советы Гумо и Вертера не сработали. Они не принесли желаемого результата, а вместо этого это было больше похоже на подливание масла в огонь, поскольку битва достигла самой опасной точки. Призрачный охотник и Макге были покрыты кровью, сражаясь друг с другом. Они внезапно взревели, возвращаясь к своей форме монстра. В море появилось два ужасающих и пугающих монстра. Злой дракон Макге был длиной в несколько тысяч метров. Его тело было покрыто чешуей. Рога на его голове были острыми и блестящими, как металл, с красивыми огнями, движущимися вокруг. Каждая чешуйка на теле Макге начала поглощать энергию неба и земли, создавая внушительную ауру, которая могла угрожать людям. Реальная форма призрачного охотника была всего несколько метров в длину. Однако по всему его телу были шипы. Его тело было покрыто какими-то толстыми и твердыми костяными оболочками, похожими на закаленный металл. Люди с первого взгляда поняли, что призрачный охотник много раз закалял свое тело. Было очевидно, что его истинной формой тоже был дракон. На его теле сияли лучи энергии, словно маленькие струящиеся потоки. От призрачного охотника сильно колебалась энергия. В его теле будто скрывалось множество вулканов, которые могли начать извергаться в любую минуту. Из-за этого у него была крайне пугающая и жестокая энергия. Когда воины клана монстров возвращались к своей истинной форме, это было признаком битвы не на жизнь, а на смерть. Когда маги и призрачный охотник трансформировались, они были готовы выпустить свою сильнейшую атаку. Грохот, грохот, грохот. Два гигантских тела врезались друг в друга и начали бороться. Их мощная и свирепая энергия повсюду посылала искры и свет. Этот морской район сильно взволновался. В море начали появляться вихри, и высоко в небо поднялись цунами. Эти два воина из клана монстров были готовы уничтожить звезду Черной воды. Их грозные ауры до безумия напугали людей. Все зрители восхищались ими и уважали их силу, несмотря ни на что. Наблюдая за тем, как призрачный охотник и маги оба трансформируются в форму монстра и дико нападают друг на друга, Гумо и Вертер сильно испугались, их сердцебиение участилось, они ощущали тревогу. Маленькое лицо Гумо было бледным, как бумага. В этот момент она была настолько охвачена паникой, что торопилась сообщить об этом своему отцу. Она надеялась на то, что ее отец может прийти и дать призрачному охотнику совет. Гумо также проклинала маги за то, что он не проявил к ней уважения. Вертер был так взволнован, что не знал, что делать. Внезапно он оглянулся и увидел, как Шиянь идет так спокойно, словно прогуливается по парку. Вертер, кажется, нашел, на кого можно излить свой гнев. Его лицо стало свирепым, и он выкрикнул. Это ты во всем виноват. Я убью тебя первым. Гумо ненавидела Шияня, потому что он помешал ей доложить своему отцу. Увидев, что Вертер собирается убить его, она не стала вмешиваться, поскольку думала, что Шиянь заслужил это. Магге, сделай мне одолжение. Остановись, внезапно Шиянь повысил голос и закричал, прежде чем Вертер напал на него. Магге и призрачный охотник все еще боролись. Услышав голос Шияня, Магге некоторое время боролся в своем разуме, прежде чем выкрикнуть. Брат, я хочу проявить к тебе уважение, но... Но, если призрачный охотник не хочет останавливаться, то у меня нет выбора. Гумо и Вертер были сбиты с толку и растеряны. С каких пор Магге стало так легко убедить? Этот вспыльчивый парень был известен своей раздражительностью. Подчинялся ли он кому-нибудь, кроме своего отца? Но то, что испугает их больше всего, еще не произошло. Призрачный охотник, остановись, сказал Шиянь во второй раз. Борясь с Магге, призрачный охотник в замешательстве обернулся, услышав эти слова. В его глазах вспыхнул ослепительный свет, когда он смотрел на Шияня, не моргая. Призрачный охотник остановился, как будто превратился в камень. Магге и призрачный охотник остановились. Атмосфера была на удивление тихой, и люди слышали, как тяжело дышат два эксперта клана монстров. Гумо и Вертер уставились на них с отвисшей челюстью. Они посмотрели на Шияня, а затем на призрачного охотника, который стоял на месте так, словно превратился в ископаемое. В пугающих ясных зеленых глазах призрачного охотника отражался Шиянь. Его рот с множеством зубов открылся, когда он перестал задыхаться, все еще выглядя озадаченным. Энергия перестала двигаться над морем, в результате чего вода постепенно успокоилась и вихри исчезли. Там стало так тихо, что они даже услышали бы звук падения иглы. Призрачный охотник смотрел на Шияня, в его глазах появилась неведомая жестокая привязанность. Через некоторое время он отошел от Магги, с тревогой полетев к Шияню. Он сразу же опустился Шияню под ноги. Он медленно приспосабливал свое тело, пока его спина не коснулась ног Шияня. Призрачный охотник позволил Шияню поставить ноги себе на спину, чтобы стать подставкой Шияня. Это был жест самого смиренного подчинения членов клана монстров. Весь морской район притих. Зрители из разных кланов на острове Черного Камня оцепенели, из чьей-то руки выпал бокал вина и упал на землю, но этот человек этого не осознавал. В этот момент время словно остановилось. Глава 972-1 Кто он? Вертер был поражен. Он протер глаза, чтобы убедиться в том, что-то, что он видит, реально. Это наш мастер-призрачный охотник? Он инстинктивно спросил себя. Его лицо было горьким, когда он покачал головой. Вертер следовал за призрачным охотником около 10 лет. По его мнению, призрачный охотник был могучим и кровожадным. Он никогда не преклонялся ни перед кем, в том числе перед главой племени жестоких драконов. Однако сегодня мастер, которому поклонялся Вертер, смиренно подчинился под ногами Шияня. Его мастер скромно проявил свое уважение к Шияню. Его мастер по своей инициативе подставил свою спину под ноги Шияня. Это был знак подчинения от всего сердца. Такое поведение призрачного охотника казалось ему странным. Маленькое лицо Гумо было серьезным. Она подумала, что это сон, и прикусила нижнюю губу. Когда Гумо почувствовала боль, она наконец убедилась в том, что находится в реальном мире. Что происходит? Гумо не особо долгое время была знакома с призрачным охотником. Тем не менее она боготворила его дикие поступки в племени жестоких драконов. Она думала, что он – лучшая пара для нее. Она никогда не думала, что призрачный охотник всецело подчинится кому-либо. В ее глазах внушительному и властному человеку, такому как призрачный охотник, было суждено взойти на самую высокую вершину. Он бы не позволил никакой силе связать себя. Он, ползающий под ногами человека, был для нее невообразимым зрелищем. Однако это произошло прямо перед ней, что вызывало у нее печаль. Ей стало обидно за призрачного охотника. Такое грозное существо, как ты, никогда не должно никому подчиняться. Никогда. Гумо внутренне безумно закричала. Магги медленно трансформировался в свою человеческую форму, по его телу текла кровь. Он вытер с губ струйку крови, стоя рядом с Гумо и вертером. В его глазах переплелись огни, выражение его лица было задумчивым. Ожесточенная битва с призрачным охотником заставила его поверить в проницательность Гумо. Он понял, что призрачный охотник обладает славой и силой. Этот недавно появившийся иноземный воин клана монстров действительно мог достичь вершины славы. Несмотря на то, что сфера призрачного охотника была на один уровень ниже его собственной, он не был слабее Магги в этом бою. Магги не имел никаких предубеждений по отношению к призрачному охотнику. После этой битвы он посчитал последнего своим самым жестоким соперником. Однако когда соперник, которого он уважал, всецело и свободно подчинился под ногами шеяня, такая скромная поза с опущенной головой немного опозорила его. Эксперты, живущие на острове Черного Камня и других звездах жизни, были сбиты с толку. Они смотрели на все происходящее растерянным взглядом. Они понятия не имели, что происходит. Стоя на линкоре, похожем на птицу, войска клана монстров под командованием призрачного охотника были возмущены. Они задумчиво смотрели на призрачного охотника, как будто он стал для них странным человеком. Они не знали, что там произошло. Шиянь стоял на шее призрачного охотника, из которой торчали шипы, его лицо было спокойным, как вода. Он инстинктивно похлопал по огромной голове призрачного охотника и вздохнул. Я думал, что ты забыл меня. Я всю жизнь буду тебе служить. Голос призрачного охотника был хриплым и холодным, словно кто-то потер камень об кусок металла. Его голос был очень резким, однако шиеню он казался приятным. Он говорил негромко, но Макге, Гуму и Вертират четливо услышали его. Они были потрясены, в их глазах заблестел свет. ССС. Призрачный охотник открыл рот и выплюнул что-то. Из его ужасающего рта вылетел нефритовый символ с резьбой жестоких драконов из племени жестоких драконов и начал парить перед Гуму и Вертиром. Этот символ войны. Пожалуйста, верните его главе. Отныне я больше не являюсь членом племенем жестоких драконов. Я больше не буду капитаном этого отряда. В том году мы с главой заключили соглашение. Я могу покинуть племя жестоких драконов в любой момент, когда захочу. Пожалуйста, объясните это ему. Голос призрачного охотника был холодным, как лед. Он был немного резким и пугающим. Этот нефритовый символ был удостоверением личности капитана в силе племени жестоких драконов. Это был также знак будущего старейшины. В племени жестоких драконов их было всего семь, что делало его очень важным. Нефритовые символы в племени жестоких драконов были символом власти и статуса. Каждый из них был очень ценным. Люди, у которых был нефритовый символ, были влиятельными членами племени жестоких драконов, и у них была впечатляющая сила. Их статус был высоким и для других кланов, живущих на звездах жизни неподалеку. Они могли свободно посещать великие звездные области и пользоваться привилегиями племени жестоких драконов. Вертиры Гумо были поражены, и они поморщились. Когда призрачный охотник вернул свой нефритовый символ, он решил отделиться от племени жестоких драконов. Он годами помогал племени жестоких драконов уничтожать своих врагов. Он убил невероятно много жестоких и могущественных противников, благодаря чему он и получил нефритовый символ после обсуждения старейшин племени жестоких драконов в прошлом году. Этот нефритовый символ олицетворял его официальное признание в племени жестоких драконов. Он наконец-то получил одобрение этого сильнейшего племени клана монстров. Чтобы одарить его этим нефритовым символом, глава племени жестоких драконов приложил немало усилий для того, чтобы устранить неприятности, исходящие от большинства старейшин племени. Он без колебаний использовал кровавые методы, чтобы подавить их. Позже призрачный охотник заработал эту особую славу. Однако, увидевши Яня и не сказав даже двух предложений этому человеку, он вернул нефритовый символ, который он заработал, пройдя через кровавые трудности. Он объявил о своем желании отделиться от племени жестоких драконов, которое для Вертера и Гумо было похоже на пощечину. Теперь они ощущали горькую обиду, которая, казалось, никогда не утихнет. Глава 972-2 Кто он? Сэр Вертер вздрогнул, поспешно опустившись на колени в воздухе и подняв лицо, чтобы посмотреть прямо в глаза призрачному охотнику. Он упрямо сказал, нефритовый знак представляет высшую славу племя жестоких драконов. Вы участвовали в бесчисленных кровавых битвах, наступая на груды тел, чтобы заполучить его. Как вы можете так легко отказаться от него? Лицо Гумо изменилось. Она была возмущена, глядя на призрачного охотника. Ее обычный мягкий голос испарился, когда она резко заговорила. Призрачный охотник, что ты делаешь? Ты знаешь, что представляет собой символ жестоких драконов. Это высшая слава нашего племени жестоких драконов. Призрачный охотник был спокоен, как вода. Он посмотрел на Вертера и Гумо, решительно сказав. Я не являюсь членом племени жестоких драконов. Прежде чем я присоединился к племени, я дал понять Патриарху, что могу уйти в любое время. Сегодня пришел тот, кого я так долго ждал. Естественно, я больше не останусь в племени жестоких драконов. Пожалуйста, скажите главе, что призрачный охотник не оправдал его ожиданий. Магги задумчиво нахмурился, глядя на парящий в воздухе нефритовый символ. Глубоко вздохнув, Магги серьезно заговорил с Шиенем. Брат, есть всего семь символов жестоких драконов. Это как удостоверение личности сильнейших военачальников племени. Он символизирует силу и славу племени жестоких драконов. Ты понимаешь? Глаза призрачного охотника свирепо сверкнули, когда он холодно посмотрел на Магги и зашипел. Заткнись. Магги побледнел и фыркнул. Однако он продолжал смотреть на Шиеня. Верти Регумо тоже взглянули на Шиеня. В этот момент они поняли, что высокомерный парень, такой как призрачный охотник, никогда не примет во внимание их мнение. Казалось, только слова Шиеня могли убедить его. Этот человек, появившийся из ниоткуда, заставил призрачного охотника подчиниться ему. Он мог контролировать волю и решение призрачного охотника. Это было невообразимо. Даже глава племени жестоких драконов не мог сдержать призрачного охотника. Шиеня некоторое время размышлял под пристальным взглядом Магги, Верти Регумо. Он усмехнулся и протянул руку, чтобы схватить символ жестоких драконов, который символизировал капитана племени высокого ранга, и осмотрел его. Затем он осторожно повесил его на шею призрачного охотника и мягко сказал. «Призрачный охотник и я хотим поговорить наедине». Магги, Гумо и Верти Р были удивлены. Они посмотрели на него, но больше ничего не сказали, предусмотрительно улетая оттуда. Шиеня нахмурился, поглаживая голову призрачного охотника. Призрачный охотник посмотрел в небо и взревел. Его рев был словно удар молнии, который мог уничтожить все вокруг и выровнять землю. Его голос сотряс небо, когда он сразу же взлетел, исчезая из поля зрения людей. Магги, Верти Р и Гумо спустились на берег острова Черного Камня. Гумо была раздражена. Когда она посмотрела на толпу вокруг них, ее глаза стали дикими, и она сердито закричала. «Убирайтесь отсюда!» Верти Р и Магги не могли оставаться спокойными. В их глазах мерцала убийственная аура, когда они оглядывали зрителей с явно злыми намерениями. Члены других племен из окружающих звезд жизни побледнели и сбежали. Вскоре там никого не осталось. Только солдаты призрачного охотника начали собираться, выходя их линкора, похожего на птицу, с тревогой глядя на Верти Р и Гумо. Они хотели что-то сказать, но не знали, как. Гумо глубоко вздохнула. Ее пышная грудь слегка подпрыгнула, и она стиснула зубы, глядя на Магги. Кто он? Вертир тоже посмотрел на Магги. «На самом деле я не знаю». Под пристальным взглядом Магги неохотно улыбнулся. «Я случайно встретил его в пространственной трещине. Он дважды спас меня. Этот человек действительно опасный и таинственный. Похоже, он каким-то образом связан с кровавым дьяволом». С кровавым дьяволом? Гумо. Вертир и другие побледнели от страха. Они почувствовали себя еще хуже, поскольку ситуация развивалась вне их досягаемости. В этой звездной области было много выдающихся кланов. Здесь жили клан монстров, демонический клан, ледяной клан. Племя жестоких драконов и племя злых драконов были двумя сильнейшими племенами клана монстров. Кровавый дьявол был верховным дьяволом демонического клана, поэтому его статус и власть были не ниже, чем угла в двух драконьих племен. И его личные отношения с двумя племенами всегда были хорошими. Кровавый дьявол был великим персонажем демонического клана. В Агатовой Звездной области он действительно был знаменит, и он любил прикрывать своих собратьев, он мстил даже за малейшую провинность. Услышав о том, что шелья не кровавый дьявол связаны, Гумо так взволновалась, что инстинктивно потянула себя за волосы, ее лицо стало мрачным, это действительно хлопотно, даже если это кровавый дьявол, он не имеет права заставлять мастера отделиться от племени жестоких драконов. Вертер сжал челюсти, возмущенно сказав, мой мастер, несомненно, станет новой сияющей звездой клана монстров, он является одним из будущих лидеров клана монстров, с тех пор, как он получил символ жестоких драконов, он стал воином нашего племени жестоких драконов, что этот ребенок должен был сделать, чтобы мой мастер подчинился ему, Гумо согласилась, она кивнула ему и твердо сказала, да, это правда, кровавый дьявол не имеет права этого делать. Магги был сбит с толку некоторое время, он посмотрел на этих двоих со странным выражением лица, это не мой брат подчинил его, он сам подчинился, не так ли, он сам захотел покинуть племя жестоких драконов, он сказал, что у вас, ребята, есть соглашение, я думаю, что вы должны открыто поговорить с дядей, это. Вертер был сбит с толку, не в силах ответить, Гумо некоторое время колебалась и в конце концов достала звуковой камень, она глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, прежде чем связаться с отцом. Магги и Вертер посмотрели на нее с уважительным лицом, они предусмотрительно отошли, дав ей больше пространства, так они проявили уважение к главе, тем не менее они не отводили взгляд от Гумо, они следили за выражением ее лица, чтобы понять, что скажет глава племени жестоких драконов. Глава 973-1 Мастер и слуга в глубине Черного океана огромная световая клетка, сделанная из звездной энергии, накрыла шиеня и призрачного охотника, который превратился в человекоподобную форму. Призрачный охотник слегка наклонил голову, тихим и холодным голосом рассказывая шиеню о том, что он испытал за эти годы. После того, как призрачный охотник, король демонических насекомых, бог святого духа и всепожирающий золотой шелкопряд отделились от шиеня, они пошли к горам небесного демона в склеп области небесного моря и получили таинственное наследие клана монстров. Они сбежали по пространственному барьеру в этой демонической формации, которая привела их в тенистую призрачную тюрьму в Агатовой звездной области. Тенистая призрачная тюрьма была самой хаотичной и необычной местностью Агатовой звездной области. Ходят слухи, что это пространственный центр, который соединяет Агатовую звездную область с другими звездными областями. В нем было много пространственных каналов. Они пересекли один из таких пространственных каналов и оказались в тенистой призрачной тюрьме. Тенистую призрачную тюрьму основало много примитивных рас Агатовой звездной области. Позже множество других рас присоединилось к этой области из других звездных областей, которые в основном проходили через пространственные каналы. Тенистая призрачная тюрьма была богата различными ресурсами. Там было много редких материалов для совершенствования, которые было трудно найти в Агатовой Звездной области. Войны сражались за энергию неба и земли и волшебные природные ресурсы. Так как в тенистой призрачной тюрьме было много странных и драгоценных вещей, войны там никогда не заканчивались. Четырем своеобразным существам из группы призрачного охотника приходилось тяжело бороться, чтобы выжить в тенистой призрачной тюрьме. После большого количества трудных сражений король демонических насекомых, святой дух бог и всепожирающий золотой шелкопряд были убиты. Только призрачному охотнику повезло выжить до сих пор. В конце концов он сбежал из тенистой призрачной тюрьмы, прибыв в то место, где собирались племена клана монстров, и тем самым дебютировал на звезде чудовищных драконов. Звезда чудовищных драконов была центральной звездой клана монстров в Агатовой Звездной области. Члены племени жестоких драконов и племени злых драконов жили на огромной звезде чудовищных драконов. Многие другие могущественные племена клана монстров также жили и совершенствовались там. После того, как туда прибыл призрачный охотник, он обрушил на звезду чудовищных драконов в кровавый дождь. В конце концов Гуте, глава племени жестоких драконов, нанял призрачного охотника, сделав его военачальником племени жестоких драконов. Он завоевал для племени жестоких драконов много областей. В том году Гуте и призрачный охотник заключили соглашение. Он согласился помочь призрачному охотнику отомстить. Он поддерживал призрачного охотника, чтобы он вторгся в тенистую призрачную тюрьму и искоренил силу, убившую короля демонических насекомых, бога святого духа и всепожирающего золотого шелкопряда. Условие состояло в том, что призрачный охотник должен был присоединиться к племени жестоких драконов. Поскольку призрачный охотник хотел отомстить за своих товарищей, он согласился на условия Гуте. Примерно за 10 лет боев от севера до юга он многое сделал для племени жестоких драконов. Постепенно он получил одобрение всего племени жестоких драконов. Так он получил символ жестоких драконов, который показывал его высокий статус в племени. На этот раз призрачный охотник пришел на звезду черной воды для того, чтобы уничтожить одного из врагов племени жестоких драконов. Он собирался напасть на ветвь морского клана, которая в одностороннем порядке нарушила соглашение, занимаясь торговлей с племенем жестоких драконов. Услышав о том, что король демонических насекомых, бог святого духа и всепожирающий золотой шелкопряд мертвы, Шиянь погрузился в свои мысли. Он почувствовал невыносимой горе в своем сердце и стиснул зубы, его лицо стало свирепым. Ему в голову приходили различные образы. Он встретил короля демонических насекомых и подружился с богом святого духа и всепожирающим золотым шелкопрядом. Все старые истории внезапно всплыли глубоко в его душе, и он не мог избавиться от них. Когда Шиянь услышал о том, что все его старые друзья мертвы, его глаза стали холодными, как лед. Это сделало его более спокойным в признании себя. Это место было Агатовой Звездной областью с бесчисленными кланами и экспертами, и он не был самым сильным. В этом месте у него еще не было сил защитить своих собратьев. Он внутренне закричал. Бессмертная демоническая кровь в его теле кипела так сильно, словно она горела. Его глаза стали алыми, как у разъяренного животного, и он действительно выглядел сумасшедшим. Я отомщу за них. Шиянь выделял каждое слово. Призрачный охотник тяжело кивнул. Мастер, я встретил твою женщину в тенистой призрачной тюрьме. Она помогла мне сбежать из тенистой призрачной тюрьмы в том году. Призрачный охотник некоторое время колебался, его взгляд был холодным и мрачным. Он слегка склонил голову и сказал. Женщина моего мастера стала благородным человеком в отряде. У нее есть сила и отряд, а также она получила титул. Зрачки Шияня сузились. Моя женщина, ледися, призрачный охотник, понизил голос, объяснив. Шиянь был потрясен. Призрачный охотник склонил голову и ничего не говорил, глядя на Шияня, молча ожидая, пока он переварит новости. Ся Синьянь. Его разум заполнили бесчисленные горячие воспоминания. Шиянь почувствовал странную и неизвестную боль. Как будто кто-то разбил в его сердце несколько бутылок разных ингредиентов, так как он ощущал очень много смешанных чувств. Прошло очень много лет. Когда он узнал новости об этом человеке во второй раз, он не ожидал, что она окажется в тенистой призрачной тюрьме. У нее был отряд, и она стала благородным человеком. В его сердце отозвались сладкие и горькие воспоминания, он чувствовал себя подавленным. Глава 973-2. Мастер и слуга некоторое время Шиянь тихо сидел, а потом глубоко вздохнул, и выражение его лица стало решительным. В настоящее время ты не должен отделяться от племени жестоких драконов. У тебя есть свой мир, и племя жестоких драконов может сделать так, чтобы ты процветал. Когда ты достигнешь более высокого уровня, ты станешь лидером клана монстров. Призрачный охотник посмотрел на него с недоумением. Мы будем сражаться плечом к плечу в агатовой звездной области. Но нам не нужно быть вместе все время. Я не уверен, что ты сможешь расти лучше, чем сейчас, если будешь следовать за мной. Шиянь некоторое время размышлял, а затем объяснил. Мы приложим все возможные усилия, чтобы отомстить за всех троих. Используй свой способ, а я буду использовать свой. Не волнуйся. Мы не будем далеко друг от друга. Я отправляюсь на звезду кровавого дьявола. Если ничего неожиданного не случится, то я останусь на звезде кровавого дьявола. У меня есть связи с кровавым дьяволом. Зеленые глаза призрачного охотника медленно просветлели, поскольку он был в этом районе в течение многих лет. Он знал о кровавом дьяволе. Он был удивлен и счастлив, узнав, что его мастер и кровавый дьявол были связаны. В этот момент тебе следует остаться с племенем жестоких драконов и накапливать свою силу. Ты должен приложить усилия, чтобы получить силы клана монстров. Лицо шеяня было спокойным и холодным, как вода. Я пойду своим путем, чтобы накапливать силу. В будущем мы станем главными силами в агатовой звездной области. Я твердо верю в то, что мы сможем спокойно и расхаживать по всей этой звездной области высокого уровня в не столь отдаленном будущем. Я согласен, мастер. Тихо кивнул призрачный охотник. Ты продолжишь работать на племя жестоких драконов, а я направлюсь на звезду кровавого дьявола, чтобы все устроить. Будет лучше всего, если ты сможешь скрывать наши отношения. Поскольку глава племени жестоких драконов доверяет тебе, он не передумает. Шеянь размышлял некоторое время, а потом продолжил. Мы с Макге – хорошие друзья. Племя злых драконов также является одной из самых мощных сил клана монстров. Если в будущем ты сможешь стать лидером клана монстров, то племя злых драконов будет одной из твоих сильных рук. Ты должен попытаться сделать так, чтобы они были на твоей стороне. Призрачный охотник снова кивнул. Эти двое вели обсуждение под водой. Спустя долгое время они пришли к соглашению. Перед его уходом уши Яня было предчувствие. Он подумал, а затем его мысль мелькнула. Капли алой бессмертной демонической крови вылетели, как драгоценные камни, наполненные чистой духовной энергией. Магическая связь, которая могла пересечь все пространственные расстояния, сильно протянулась в сторону тенистой призрачной тюрьмы. В его духовном море появилась знакомая аура, переданная из тенистой призрачной тюрьмы, направляясь вглубь его души. В тенистой призрачной тюрьме несколько сотен крупных линкоров были поставлены на якорь над гигантским астероидом. На одном из этих гигантских линкоров на розовом хрустальном троне сидела женщина в блестящем платье. Она держала бокал, погружаясь в свои мысли, а ее глубокие и красивые глаза смотрели на бесконечное звездное море. Ее великолепное длинное платье было украшено драгоценными камнями. На подоле ее платья были вышиты изящные и драгоценные цветы. Ее безупречные ноги были обнажены, на них были надеты только два синих хрустальных браслета. Энергия от ее браслетов сильно колебалась, добавляя ей элегантную красоту. Три язычника стояли перед ней на коленях, делая доклад в журналах, которые они держали. Все они выглядели покорными. Красивая женщина сделала из своего бокала глоток вина, похожего на кровь. Красный цвет вина сделал ее розовые губы влажными, делая ее похожей на самый красивый распустившийся цветок. Однако в ее кристально чистых, похожих на бриллианты глазах скрывалась некоторая грусть. Тем не менее ее равнодушие и холодность подчинили трех человек перед ней. Они даже не смели взглянуть на нее. Они были скромными, пытаясь рассказывать ей дальше. Внезапно красивая женщина, казалось, что-то почувствовала. Ее великолепные глаза ослепительно сверкнули, а ее безупречное тело задрожало, и она встала. Ее нефритовые ноги ступили на драгоценный розовый трон, соблазняя души людей. Она смотрела в сторону звезды черной воды, и холодное намерение медленно исчезло с ее лица. Красное вино в ее бокале какое-то время кружилось. Через некоторое время она взволновалась, склонила голову и прошептала. «Ты-ты наконец пришел. Я так долго ждала тебя». Радость, которую она не могла скрыть на своем лице, озадачила троих докладчиков. Они были сильно удивлены. Капли бессмертной демонической крови испарились в световой клетке, когда Шильянь открыл глаза. Он был взволнован и пробормотал про себя. «Ты здесь». Призрачный охотник сидел тихо и равнодушно, словно камень рядом с Шильяним. Он просто посмотрел на своего мастера, ничего не сказав. «Пойдем». Через некоторое время Шильянь встал, разрушая световую клетку. Они оба поднялись с морского дна, направляясь на север острова Черного камня. На острове Черного камня Гумо Вертер и МакГи ждали их с задумчивыми лицами. Сэр, как только Вертер увидел призрачного охотника, его прямая спина согнулась, когда он опустил голову, чтобы выразить свое уважение. Призрачный охотник, мой отец послал сообщение, в котором говорилось о том, что он не хочет, чтобы ты отделялся от племени жестоких драконов. Он сказал, что независимо от того, какое у тебя прошлое, он ничего не спросит. «Пока ты остаешься с племенем жестоких драконов и хранишь у себя символ жестоких драконов, ты – военачальник нашего племени». Маленькое лицо Гумо было серьезным, когда она продолжила. «Мой отец сказал, что на этот раз, когда ты вернешься на звезду чудовищных драконов, он даст тебе звезду жизни. У тебя будет полная власть над ней». У призрачного охотника было бесстрастное лицо. Глядя на этих людей, он был холоден, как твердый лед. Он, казалось, не испытывал никаких эмоций. Когда Гумо закончила, призрачный охотник только кивнул. Гумо и вертер обрадовались. «Спасибо, сэр. Вы не оставили нас. Спасибо за вашу благосклонность». Солдаты клана монстров под командованием призрачного охотника опустились на колени и безумно закричали. Их голоса потрясли весь остров черного камня. Призрачный охотник все еще был равнодушен. «Магге, я хочу пойти на звезду Кровавого Дьявола. Увидимся позже». Шиянь кивнул, глядя на Магге и посмеиваясь. «Сделай мне одолжение. Не сражайся с призрачным охотником. Он мой самый близкий друг. Как я посмею ссориться с ним?» Несчастно улыбнулся Магге. Однако затем он внезапно обрадовался. «Наша звезда Чудовищных Драконов и звезда Кровавого Дьявола находятся недалеко друг от друга. Я найду тебя позже. Если я тебе понадоблюсь, ты всегда можешь прийти на звезду Чудовищных Драконов, чтобы найти меня». Конечно, серьезно согласился Шиянь. Он улыбнулся Гумо и Вертеру, а затем некоторое время смотрел на призрачного охотника. Потом он взлетел в небо, разрывая атмосферу, словно удар молнии, направляясь к звезде Кровавого Дьявола. Призрачный охотник поднял голову, глядя на то, как исчезает Шиянь. После этого он закричал на своих солдат с жестоким лицом. «За работу!» Вертеры многие солдаты клана монстров с грохотом ответили ему. Их смертоносная аура резко поднялась, когда они собирались прыгнуть в море, чтобы уничтожить ветх морского клана, обманувшую племя жестоких драконов. Глава 974-1 Павильон зелий и инструментов в огромной галактике было множество сияющих звезд. Там безгранично открывались звездные области. Иногда быстро летали линкоры, словно челноки или молнии. Шиянь сидел, скрестив ноги, на маленьком метеорите, с закрытыми глазами, чтобы почувствовать, как меняется энергия неба и земли. Его метеорит, словно электрический свет, двигался к звезде Кровавого Дьявола. Вращающаяся энергия, передаваемая этому астероиду через его ноги, заставляла его двигаться вперед. Вскоре после этого Шиянь открыл глаза и слегка выдохнул. Когда он коснулся кольца иллюзорного неба на своем пальце, вылетела старая пожелтевшая книга. Это была древняя книга, которую они нашли в таинственном городе на звезде Старой Орхидеи. Она не сгнила после погребения вместе с городом в течение десятков тысяч лет. Эта книга была написана неизвестными, похожими на головастиков символами. Шиянь не знал, относится ли этот язык к какой-либо расе. Он раньше проводил время за изучением этой книги. Однако он не смог разгадать тайны этих древних символов, похожих на головастиков. После этого он долгое время хранил эту книгу в своем кольце иллюзорного неба. В последнее время, когда он пытался ощутить изменения неба и земли, он вдруг почувствовал, что слова в форме головастиков в этой книге, казалось, оживают. Открыв книгу и держа ее в руке, Шиянь сосредоточился и начал наблюдать. Шиянь видел писания в форме головастиков, и они казались живыми существами. Они медленно шевелились на обложке этой древней книги. Это выглядело странно и загадочно. Шиянь был удивлен. Он осторожно выпустил луч энергии, отправив его на обложку древней книги, чтобы посмотреть, сможет ли он что-нибудь найти. Однако как только он направил свою энергию в книгу, символы в форме головастиков перестали двигаться. Они затихли и оставались неподвижными, как будто они были мертвыми. Шиянь тихо вскрикнул от удивления. Он взял себя в руки, нахмурился и влил в книгу больше духовной энергии. Его духовное море внезапно стало хаотичным. Потоки его духовной энергии хаотично запутались, вызывая оцепенение в его мозгу. Когда Шиянь смотрел на древнюю книгу, он увидел, как слова в форме головастиков быстро движутся. Они были похожи на множество ударов молнии, пересекающих страницу. Пока он смотрел на эту древнюю книгу, его духовное море стало более хаотичным, а его сознание помутилось. Немного изменившись в выражении лица, Шиянь вернул свою духовную энергию. Его разум мелькнул, и он влил в книгу поток ограничивающей пространственной силы. Теперь книга была запечатана пространственной силой. Все символы в форме головастиков были заблокированы. Они больше не могли двигаться. Шиянь был настроен скептически, возвращая древнюю книгу в свое кольцо иллюзорного неба. Шиянь поднял голову, чтобы понаблюдать за огромным звездным морем. Он закрыл глаза и погрузился в свои мысли. Недалеко от него двигался огромный линкор длиной около 5000 метров. Он был полностью черным и был сделан из какого-то чернильно-черного металла. В этом линкоре было несколько сотен слоев барьеров. На нем с двух сторон было много флагштоков с шелковыми знаменами, с изображенными на них различными предметами, такими как мечи, сабли, контейнеры или колесницы войны. Огромный линкор бесшумно двигался вперед в тускло освещенном звездном море. От него в окружающую среду не исходило ни одного луча дополнительной энергии. Он тоже направлялся к звезде кровавого дьявола словно призрак. В тайной комнате на линкоре была элегантная дама в свободном и длинном платье. Рукава и подол ее зеленого платья были очень свободными, чтобы скрыть ее завораживающее тело. Она хлопала в ладоши перед своей грудью, ее тонкие пальцы создавали ручные печати. Ее глаза были темно-синими и спокойными, как океан. Ее длинные каштановые волосы были заколоты в великолепный пучок, который держала изумрудная шпилька. Она действительно выглядела элегантно и благородно. На ней были хрустальные серьги в форме полумесяца, а на ее тонких запястьях были пятицветные нефритовые браслеты, которые были похожи на корни лотоса. На ее талии также висели небольшие, но изящные аксессуары. Все эти украшения делали ее невероятно обаятельной. Показался угол пожелтевшего листа бумаги, который она держала. На нем были писания из символов в форме головастиков. Она хмурилась, словно что-то обдумывала. Из ее пальцев просочился белый свет, когда она сосредоточила свою душу, чтобы что-то узнать. Через некоторое время она опустила голову и вздохнула, покачав головой. Боюсь, это была просто галлюцинация. Канон был утерян на протяжении десятков тысяч лет. Как бы я смогла его почувствовать? Стук, стук, стук. Кто-то постучал в ее дверь, сделанную из халцедона, на которой было много странных символов. Тот, кто стучал, казалось, был очень осторожен, чтобы не побеспокоить эту женщину. Женщина все еще вела себя спокойно и естественно. Ее безупречные руки вернули свет и осторожно убрали лист бумаги. Она расслабилась и затем позвала. Входи. Старуха с глубокими морщинами на лице поклонилась и подошла к центру этого линкора. Молодая старейшина, мы прибудем на звезду кровавого дьявола через три месяца. Хочешь ли ты остановиться где-нибудь по пути? Женщина с улыбкой покачала головой. Нет, мы не должны останавливаться. Мы уже и так сильно задержались. Старуха кивнула. Она сразу же развернулась, чтобы уйти. Подожди минутку. Женщина хотела что-то сказать, но она этого не сделала. Вместо этого она прошептала. Тетя Ань. Недавно я, кажется, почувствовала проблеск. Чего? Старуха посмотрела на нее с удивлением. Леди покачала головой. Ничего. Старуха нежно улыбнулась. Она ничего не сказала, а просто поклонилась, прежде чем осторожно покинуть это место. Она будто боялась шуметь. Старуха закрыла дверь с особой осторожностью. Женщина в комнате высмеивала сама себя. Как бы я смогла ощутить канон, который был утерян на десятки тысяч лет? Это просто галлюцинация, она инстинктивно предположила. Глава 974-2. Павильон зелий и инструментов Шиянь ехал на метеорите, летя к звезде Кровавого Дьявола. Он внезапно поднял голову, с удивлением глядя вперед. Перед ним был линкор, бесшумно движущийся с головокружительной скоростью. Если бы он не был достаточно близко, чтобы Шиянь его увидел, то он и не узнал бы о том, что линкор был рядом с ним. Обычно линкоры использовали в качестве топлива высококачественные божественные кристаллы. Линкоры охраняли и патрулировали воины. И от божественных кристаллов, и от воинов колебалась энергия. На определенном расстоянии другие воины могли легко их почувствовать. Однако этот линкор появился в его поле зрения, а его духовная энергия ничего ему не сообщила. Он был действительно волшебным. Нахмурившись, он выпустил луч духовной энергии, отправив его к линкору. Искра от барьера, покрывающего линкор, вспыхнул огонь. Несмотря на то, что он был тусклым, он остановил ощущение Шияня. Глаза Шияня просветлели. Он удивленно посмотрел на линкор. Очевидно, этот линкор не был обычным. Он был в несколько раз больше, чем обычный линкор, и на нем были барьеры, которые могли помешать духовной энергии. Барьеры покрывали весь линкор, включая людей внутри. Благодаря этой защите корабль двигался без шума двигателей и без колебаний энергии воинов. Он был похож на жуткого призрака, плывущего в тускло освещенной вселенной. Это был линкор высокого класса. В случае войны между звездными областями этот вид невидимого линкора был бы необычайно полезным. В тот момент, когда от барьера за пределами линкора вспыхнул огонь, из темной области корабля появился нечеткий силуэт. Он издалека смотрел на Шияня, как будто он оценивал его. Через некоторое время этот человек пересек барьер и вышел с корабля. Это был долговязый мужчина средних лет с множеством отвратительных, похожих на оспу валдырей на лице. Он был немного сгорблен, щурясь, чтобы лучше видеть Шияня. Метеорит под ногами Шияня все еще двигался быстро. Затем он замедлился и приблизился к линкору. В то время, пока долговязый мужчина наблюдал за Шиянем, Шиянь также наблюдал за ним. Первое небосферы бесплотного бога совершенствует концепцию молнии. Недавно сформировал бесплотное пространство. Информация о компетенции этого человека появилась в голове Шияня. Он не знал почему, но после того, как его духовный алтарь стал кристально чистым, благодаря эффектам очищающей души жидкости, он мог легко понимать сферы и виды концепции воинов вокруг него. Мужчина средних лет, лицо которого было покрыто валдырями от оспы, некоторое время смотрел на Шияня, прежде чем спросить. «Маленький брат, куда ты направляешься?» Шиянь был удивлен, так как не знал, что у него на уме. Некоторое время он колебался, а затем беззаботно улыбнулся. «Я направляюсь к звезде кровавого дьявола». А мужчина средних лет был удивлен. Он улыбнулся и помахал Шияню. «Мы тоже двигаемся туда. Хочешь поехать с нами?» Шиянь был тронут. Он задумался на некоторое время. После того, как он покинул звезду черной воды, он мчался, как удар молнии, и это поглотило много его энергии. В этот момент он использовал для полета половину своей накопленной энергии. Если бы у него было место для отдыха и восстановления его энергии, было бы намного лучше. Но так как Шиянь не знал, какие намерения у этого человека, он слегка колебался. «Мы из павильона зелий и инструментов», — объяснил мужчина, увидев нерешительность Шияня. Глаза Шияня просветлели. Павильон зелий и инструментов был уникальной силой в Агатовой звездной области. Он был основан ведущими алхимиками и кузнецами Агатовой звездной области. Эта организация производила и продавала большинство гранул, колесниц войны, линкоров и различных видов контейнеров. Павильон зелий и инструментов никогда не участвовал в расовых битвах между силами Агатовой звездной области. Там были самые простые ремесленники, которые занимались только изготовлением лекарств и оружия. Они поддерживали хорошие отношения с крупными кланами. Линкоры и колесницы войны, которыми владел Айфу в городе разбитых звезд, были изготовлены павильоном зелий и инструментов. Божественный свет купил их и перевез их в город разбитых звезд в регионе Дальнего Запада. Они заработали прибыль от разницы цен. Павильон зелий и инструментов сотрудничал только с самыми сильными кланами в Агатовой звездной области. Они не обращали внимания на маленькие силы. Несмотря на то, что Айфу из города разбитых звезд был известен в регионе Дальнего Запада, он не был достаточно силен, чтобы вести дела с павильоном зелий и инструментов. Такие бизнесмены, как Айфу, могли только покупать линкоры и колесницы войны, изготовленные павильоном зелий и инструментов, через крупных торговцев, таких как Божественный свет. Эта особая сила всегда оставалась нейтральной. Поскольку она никогда не участвовала ни в каких сражениях и не занималась ничем, кроме ведения дел, никто никогда не знал о ее реальной компетенции. Однако никакие мощные силы или кланы Агатовой звездной области не осмеливались оскорбить павильон зелий и инструментов, поскольку именно эта организация производила почти все лекарства, контейнеры и другие товары, продаваемые во всей звездной области. В то же время он поддерживал хорошие отношения с большими кланами. Если бы какой-нибудь клан разорвал эти отношения, то даже если он был очень богатым, он не смог бы покупать лекарства или линкоры. У павильона зелий и инструментов была хорошая репутация. Они всегда поддерживали хорошие отношения со своими клиентами. Даже самые злобные пираты Агатовой звездной области никогда не провоцировали их. Их линкоры могли безопасно перемещаться между звездными областями. Они могли спокойно пересекать даже тенистую призрачную тюрьму, которая была самой хаотичной областью. Павильон зелий и инструментов был действительно уникальной организацией в Агатовой звездной области. Он всегда больше всех нравился другим силам. Услышав, как этот мужчина сказал о том, что он принадлежит к павильону зелий и инструментов, Шиянь, который собирался двигаться один, расслабился, кивнул и дружелюбно улыбнулся. О, большое спасибо! Затем, когда мужчина средних лет открыл барьер, Шиянь прыгнул с ним на огромный линкор и приземлился на главной палубе. Палуба корабля была холодной и твердой. Она была построена из блоков странного металла. Каждый блок был размером около 10 квадратных метров. Повсюду стояло много охранников павильона зелий и инструментов, управляя мощной энергетической артиллерией. Несмотря на то, что они увидели приземление Шияня, их лица не изменились, и они продолжили охранять свои позиции. Брат, ты совершенствуешь пространственную силу, верно? Улыбнулся мужчина средних лет. Ты заинтересован в том, чтобы присоединиться к нашему павильону зелий и инструментов? Мы всегда рады воинам с пространственной силой. Шиянь был поражен. Теперь он понял, почему этот человек пригласил его на борт. Он знал, что Шиянь совершенствует пространственную концепцию. Глава 975-1 Фу вы, о, прости. В настоящее время я не собираюсь вступать в какие-либо силы. Шиянь покачал головой и решительно отказался. Затем он спросил. Как ты узнал о том, что я совершенствую пространственную концепцию? Агатовая звездная область была звездной областью высокого класса. Согласно их описанию, у них были сотни концепций. Их могло быть больше, чем кланов Вагатовой звездной областью. Пространственную концепцию можно было считать божественной. Ее было трудно получить и совершенствовать. Воины не могли найти в больших аукционных домах ни одного писания или источника наследия, связанного с этой концепцией. Воины, у которых была пространственная концепция, получили ее по счастливой случайности. Не существовало школы, которая бы учила этой силе. Кроме того, не было зарегистрировано ни одного прецедента получения этой силы от источника концепции. Нелегко было распознать особые концепции, даже когда воин более высокой сферы пытался почувствовать воина более низкой сферы. О, я узнал об этом, когда твоя духовная энергия коснулась нашего барьера. Ха-ха, наш барьер особенный. Он умеет различать виды силы, объяснил мужчина средних лет. Этот барьер может идентифицировать природу силы в духовной энергии и настоящую сферу воина. Маленький брат, ты на втором небе сферы первозданного бога, но ты все еще довольно молод. Твой врожденный талант действительно редок и превосходен. Шиянь был потрясен, поскольку ранее он не до конца понимал уровень непревзойденности павильона зелий и инструментов. Брат, ты, возможно, захочешь все же рассмотреть мое предложение. Люди с пространственной силой довольно редки. Это касается и Агатовой Звездной области. Брат, войны твоего уровня также чрезвычайно редкие и драгоценные. Он сделал паузу на некоторое время, а потом продолжил. В любом случае, в нашем павильоне зелий и инструментов есть старейшина, который совершенствует пространственную концепцию. Он достиг третьего небосферы бесплотного бога. Ах, в нашем павильоне зелий и инструментов также есть много книг и писаний о пространственной концепции. Мы получили их через наши каналы. Глаза Шиэня просветлели. Книги о пространственной концепции чрезвычайно редкими и драгоценными. Для других воинов они ничего не значили, но для воинов, которые совершенствовали пространственную силу, они были настолько ценными, что это трудно было описать. По крайней мере, на материке благодателев Звездной области неистового пламени он никогда не видел ни одной книги о пространственной концепции. Шиэнь знал, что эти книги для него будут очень ценными. Сколько ты хочешь за них? Некоторое время Шиэнь колебался, но его интерес пробудился. Он был немного взволнован. С улыбкой покачав головой, мужчина средних лет с волдырями от оспы посмотрел ему глубоко в глаза и объяснил. Нет, мы их не продаем. Сколько бы ты не заплатил, мы их не продадим. Если бы ты не совершенствовал пространственную силу, я бы не стал об этом рассказывать. Конечно, если ты присоединишься к нам, маленький брат, мы позволим тебе почитать их, когда у тебя будет определенная должность. Шиэнь удивился и молча нахмурился. Ну, ты можешь еще немного подумать. Мужчина средних лет был щедрым. Он серьезно сказал. У нашего павильона зелий и инструментов строгие правила привлечения людей. Присоединиться к нам в любом случае непросто. Как только ты войдешь в павильон зелий и инструментов, ты будешь в стороне от других сил в Агатовой Звездной области. Никакие другие силы не смогут угрожать тебе. Ты сможешь сосредоточиться на своем совершенствовании и свободно использовать наши материалы и ресурсы. Для многих воинов присоединиться к павильону зелий и инструментов – это заветная мечта. Брат, подумай об этом. Тебе не нужно сразу принимать необдуманные решения. После этого он кивнул и улыбнулся ему перед уходом. Шиэнь тихо сел. Он молча смотрел на огромное Звездное море. В центре линкора кольцо прекрасной леди странно и непрерывно светилось. Перед ней лежали древние и рассыпавшиеся книги. Она держала одну из них и внимательно читала ее. Рядом с ней стояла сгорбленная старуха и смотрела на нее с ласковым выражением лица. Она не тревожила молодую девушку. Чик-черик. Чик-черик. Из маленькой восьмиугольной формации слева от молодой женщины раздалось чириканье. Эта восьмиугольная формация была сделана из неизвестных материалов. Тем не менее она была похожа на подушку из листьев рогоза. В этот момент она излучала белый свет. Женщина бросила книгу, которую читала, и нахмурилась, глядя на восьмиугольную формацию. Направив мысль, вливаясь в глаз формации. Вскоре из этой формации вылетело много книг. Эти книги были написаны на многих языках. Видимо, они были не от одной расы. Она собрала своими тонкими пальцами несколько книг. Восьмиугольная формация потускнела, восстанавливая свое первоначальное состояние. Молодая старейшина. Все книги, которые тебе необходимо отправить из штаб-квартиры, связаны с каноном. Ты собираешься найти его? Старуха некоторое время молчала. Увидев то, что ее мастер перестала читать свои книги, она тихо сказала. Канон был утерян на десятки тысяч лет. О нем ходило много слухов. Записи о каноне неточные. Нет даже никакого направления, которое вело бы к нему. Многие старейшины нашего павильона делали попытки в течение многих лет. Молодая старейшина, если ты потратишь свои усилия на это, я боюсь ты сделаешь это напрасно. Глава 975-2. Фувы, женщина аккуратно расставила свои распавшиеся книги. Она неохотно вздохнула. Верно, я понятия не имею. Я прочитала 32 документа, относящихся к канону. Во всяком случае, каждый из них неточен. В них говорится, что канон таинственный, но ни один из них не упоминает его тайну или причину, почему он пропал. Тетя Ань, ты являешься членом павильона уже тысячи лет. Ты знаешь что-нибудь, связанное с каноном? Старуха по имени Тетя Ань нахмурилась, погружаясь в свои воспоминания. Спустя долгое время она мягко сказала. Десятки тысяч лет назад наш мастер павильона появился в Агатовой Звездной области. С помощью канона он создал павильон зелий и инструментов, собирая алхимиков и кузнецов из Агатовой Звездной области. Он установил правила и сделал павильон зелий и инструментов нейтральной силой, которые...